всех приветствую мои родные любимые и сердце мои дорогие христолюбчики братцы и сестры в христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого вся сфера вашей жизни у нас с вами сегодня такой ролик называется он история человечества ну это значок видео а в описании я его наименовал как краткая история человечества мы сегодня с вами пройдемся по всей истории человечества от творения новый а от творения неба и земли до творения новой земли и нового неба на которых обитает правда как мы помним да у себя на сайте я завел специально страничку назвал и история человечества сделал ее виде таких вот иллюстрации совсем с небольшими комментариями я в принципе все буду говорить своими словами хотелось бы чтобы у вас особенно кто смотрит мои видео развивалась именно клиповое мышление очень часто в интернете хайп я считаю клиповое мышление вот когда у тебя именно картинка описывает эпизод это очень хорошее мышление очень правильное уж чего-чего по моему хуже нет того как мыслят в основном религиозники люди это которые мыслят стихами вот это точно хуже этого точно нету вот сегодня мы с вами приступаем к этому я думаю увлекательному путешествию не знаю насколько она затянется на час на два мы с вами рассмотрим все до последнего времени и последнее время опять пройдемся по книге откровения причем я ее специально даже не здесь не на этой странице посвященной истории человек стал том что же самое те же самые картинки дублировать я не стал мы с вами здесь посмотрим это заветное время новозаветное время последнее время перейдем на книгу откровения которую я принципе уже достаточно так подоформил на новом сайте ее можно читать и можно пользоваться мы по ней тоже пройдемся ну с чего у нас все начинается начинается все с того что в начале сотворил бог небо и землю что такое в начале сотворил в начале было слово помните как евангелие то она начинается кто меня давно слушает знает я уже говорил что все эти вещи все что не видно нашему глазу не слышно нашему уху не осязаемо нашим носом не ощутимо нашими руками об этом обо всем разговаривать честно бессмысленно вот сколько я мне что-то ролики сбрасывает я сам в свое время конечно искал ответы на разные вопросы и к своим 37 годам телесной жизни десяти лет в христианстве я понял что все это бессмысленно понял я простую вещи мудрой жизни что ты есть не то что ты есть сейчас и сегодня да мы даже присутствие и живя в пространстве на временном измерении не понимаем его уж что говорить там о вечности да очень любит рассуждать вот жизни и смерти все шутку жизнь что такое смерть ну то что мы ощущаем даже что у нас человек называется жизнью ну когда я ощущаю себя что такое смерть ну казалось бы этот человек физическом теле животных какая-то материя пропадает и из нашей жизни мы называем это смертью но это лишь мы называем на самом деле все 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 бытие она бессмертно то что бог есть всячески во всем поэтому все эти слова что еще в начале бог в каком начале как в начале но уже сотворил а до начала его творение чтобы а многие задумываются когда читают книгу бытие сотворение мироздания что вообще то нам описано как бог творит тот и тот и тот и тот и да там небо и землю из тех 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 то вещей животных а откуда а что такое бездна штуку тьма откуда она была вообще-то мы с вами читаем чтобы бог сказал да будет свет мы очень любим и знаем эти цитаты из нового завета из первого послания богослова когда он говорит бог есть свет но при этом мы с вами быть я читаем что бог сотворил свет значит бог не сам свет да все что такое свет мы знаем что вот мы видим вот вы меня сейчас видите вы видите меня во свете сам свет вы не видите его невозможно видеть но вроде как можно видеть источник всегда света и объекты а что такой свет это вообще не понять но при этом бог и не свет даже свет сказал бог и стал при этом dos до света до воды о которой нам ничего не известно в книге бытие наказ уже все было где написано что бог сотворил воду она коса была так что было до сотворение неба и земли поподробнее можно узнать нельзя и стоит ли на этом ломать голову и копии тем более когда я слышал не раз дебаты какие-то там выясняют отношения как происходило наша земля эволюционизм креации на креатив креатива креатива низ вы лучше сказать креационизм да ты все вещи есть честно этим вообще не увлекаюсь на моем канале вы не найдете видео о том какая земля клуб круглая или квадратная или астероидная или еще как какой только ее там не мажут шарообразные волообразной мне вообще честно интересно какого я вот все что я могу куда пешком дайте ну хорошо я там дохожу куда вижу какая на земля вот сырая матушка да вот оттуда я вышел туда и пойду вещи вообще которые вы знаете на мою так скажем жизнь не отражаются если смысл в них особо ковыряться и тем более ломать копии надо тем так что мы тему пустим единство что я хочу сказать как раз заострить ваше внимание на слове бога какой бог вначале сотворил небо и землю я утверждаю что бог иисус христос был есть и будет всегда бог просто есть и он был всегда вообще мир разделен на видимый невидимый причем не видим я называю не тонкий мир какой я как я его называю духовный духовный как его очень любит тоже именовать где мир ангелов там да или энергии нет это тоже видимый мир просто я вот так разделяю по крайней мере не на как другие пытаюсь сразу объяснить свое определение что путаницы не было очень часто споры я говорю может быть даже до ссор доходит только из-за того что лить просто понять их не определяться и порой об одном и том же год разными словами или наоборот не могут договориться только потому что они просто не договорились сразу об определениях некоторых слов и понятий есть видимый и невидимый мир на то он и невидим его никогда нельзя будет увидеть не в не веке не вечные не за гробом не перед гробом есть невидимая до сторона мира есть его зеркально страна переходим проходим точку так называемую в мире атом да и мы попадаем в мир видимый он бывает грубый я бы так назвал или тонких называют это да мы с вами прекрасно знаем из той же самой библии кто любит этот сборник писаний ветхий и нового завета ветхий новый новозаветных писаний да там мы знаем что ангел когда захотели явились но мы же их не видим каждую секунду до разница между тонким и или грубым его там еще называют и не грубой материи да она точно такая же как ты ушел в соседнюю комнату и тебя уже не видно да вот тайны эти от нас сокрыты и сокрыты столько тысяч лет от начала мира значит нету нечего и туда и лезть вот мы знаем что когда ты не будет ни грубого не тонкого мира до будет просто видимый невидимыми мир невидимый мир это все что невозможно увидеть все что возможно видеть проявление то виде мира это и есть единию и вот бог поэтому так как бог есть просто-просто он всегда был есть и будет то что мы сейчас во времени живем это лишь часть вечность и вообще не объяснимая я кстати не просто так подобрал вот эту вот иллюстрацию, если вы обратили внимание на экране, да, то это спираль бога, о которой я очень люблю говорить, приводить ее в пример, такая раскручивающаяся спираль, в которой нет ни начала, ни конца, и заметили, здесь очень удачно поместил, кто-то на этой иллюстрации, стрелки, вот эти стрелки, мне прям в тему, мне очень этот рисунок понравился, да, вот эти стрелочки, но они пусть как бы из центра идут, не суть важно, но факт в том, что есть как бы где-то тут период, любой отрезочек от спирали, это можно назвать временем, да, можно так называть, вот, но опять же, это все на бумажке, все чисто математически, так скажем, да, в теории, а на практике, на самом деле, нам даже тайно времени не понять, что это такое, что это такое, с чем это есть и так далее, да, вот, и по поводу бога, да, можно, конечно, вот, и вот эта вот картинка, иллюстрация, очень говорящая, тоже как-то мне попалась, то есть такой человек, причем, заметьте, ни мужчина, ни женщина, здесь очень хорошо на этой иллюстрации, я вам, меня смотрит аудитория от 35, насколько судя по аналитике ютуба, вы видите, здесь даже детородных органов как таковых, ну, по крайней мере, ярко выжженных нет, мне это очень нравится, и вот такой человек, потому что вначале бог творит человек, сейчас мы об этом еще раз узнаем, да, и вот из центра этого человека по спирали бога, по спирали выходит бытие, так назовем, да, мне вот эта иллюстрация тоже очень нравится, так бог кто такой, для меня бог это Иисус Христос, потому что мы созданы, как мы сейчас с вами будем читать, по образу и подобию во второй главе, ну, в первой, второй главе книги бытия, мы читаем, что человек создан, один человек, по образу и подобию бога, ну, не считая временного различия, которое мы тоже сегодня прочитаем, на мужской и женский пол, бог сотворил одного человека, так как бог один, он видим и не видим, он все во всем, он альфа и омега, он и мужский и женский, бог просто есть им, он был всегда, будет и есть, и вот этот бог, так скажем, творит этот мир, ну, правда, картины, как вы видите, я разные подбирал, здесь у нас типа дедушка такой с небес, бог творит небо и землю, о творении неба и земли, как я вам сказал, мы с вами рассуждать не будем, я считаю это дело не очень благородным, потому что ничего нам не известно, вся эта наука, которая пытается описать мироздание, максимум, какую я, так скажем, уважаю и признаю, в основном это естество знания, ну, и то, да, то, что мы видим, зачастую не говорит о том, что это так и есть на самом деле, одним словом я здесь пометил и всех живущих существ, да, бог, то есть бог сотворил все, все, что мы видим, все сотворено богом, поэтому это все господь заповедал первому человеку, что заботится об этом и хранить это, ну, вторая часть мы с вами, отдельно мы с вами выделяем это творение человека, еще раз напоминаю, что бог сотворил не Адама, как это иногда очень принято называть, неизвестно почему, бог создал человека и сказал бог, сотворим человека, одного человека, по образу нашему и по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами, над птицами небесными, зверями, над скотами, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающими по земле, бог сотворил одного человека и сотворил бог человека по образу своему, по образу божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, это первая глава, здесь так кратко написаны, потом вторая глава книги бытие, не смотрите, что у меня здесь глава 2, это чисто по моей статье, так скажем, вторая часть, это не глава, а в книге бытие это первая глава, вторая глава уже подробно раскрывает творение и одного человека, разделение на мужчину и женщину, в первой главе, не путайте, это просто нам образно, кратко всего лишь сказано о сотворении человека и дальнейшем его разделении, да, то есть это фразы и образные, и прямые, надо их не путать, где прямая, а где образно описывает все дальнейшие действия, которые будут нам раскрыты во второй главе книги бытия. «И благословил их Бог и сказал, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, обладайте ею». Заметьте, Господь сказал не убивать животных, животных, планету, друг друга, а наоборот, плодиться и размножаться, то есть давать жизнь, то есть давать жизнь и господство. Что такое господство? Ну, почему-то Господь, когда сошел Бог с небес, явил нам свое имя, которое оказалось любовь, потом его ученики так о нем и писали, Бог есть любовь. Так господство это что значит? Тиранить, владычествовать, эксплуатировать, убивать, мучить, насиловать животных, те же самых, беззащитных вообще, друг друга, людей, нет. Заботиться, давать жизнь и потом заботиться о том, чему ты дал жизнь, естественно, заботиться о том, чему дает жизнь Бог, даже не мы сами. Естественно, владычество, господство обозначает слово «хотите любовь», «хотите более конкретное дело, это забота, попечение, оберегание, даже наоборот, взращивать». И сказал Бог, вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это все будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел все, что он создал Бог, и вот все очень хорошо. И было вечер, и было утро, день шестой. Запомните, с тех времен ничего не изменилось. Бог не меняем, Бог не изменяем, Бог есть любовь, все его творение живое, все его творение должно расширяться, умножаться и в любви пребывать друг к другу, поэтому питанием человека, животные нигде, едой никогда названы не были, когда со мной иногда мне тычут. Ну как же ты вот говоришь, питаться только тем, что типа в раю, а все остальное. Я говорю, а что остальное? Только питаться раз тем, что только в раю. Я говорю, что здесь только тем. Всем ты можешь питаться, кроме того, что едой не является. Мясо – это не еда, она не растет на деревьях, не падает. С них и не растет из-под земли, в земле и на земле, как хотите, да? Мясо получается, и любое мясо, рыбное, там, куриное, птичье мясо, да? Млекопитающих мясо появляется у вас в тарелке, в вашем гамбургере только посредством убийства живого существа. Бог – это не убийство, Бог – это не тьма. Бог есть свет, который дарует жизнь. И Адаму с Евой, сначала одному человеку, точнее, в нем всему человечеству, Бог заповедал, что давать жизнь и заботиться о всем, что ты даешь. Чему ты даешь жизнь, естественно, чему дает жизнь Бог. Но люди не слушают Бога, да? Вы помните заповедь, да? «Возделывай, храни». В Царство Небесное попадают, каким образом? Поверивай в Иисуса Христа? Нет. В Царство Небесное попадают возделыванием себя и хранением вот в этой заботе, в даровании жизни и заботе обо всем Божьем творении, который, в принципе, может через тебя, конечно, кому-то жизнь дать. Это наши дети. Это дети наших детей, это дети наших питомцев, там, домашних и так далее. Да, все, у кого тебе верил Бог, все, чему через тебя Бог дает жизнь, ты об этом заботишься. Ну, ты заботишься, в принципе, обо всем его творении, даже если ты не явился началом жизни этого живого существа. Но разделенный человек на мужчину и женщину во второй главе я не стал сюда. Вообще, я хотел более коротко поговорить, но у меня, как вы знаете, коротко не получается. Поэтому я много говорю, так скажем, по памяти, даже иллюстрация мне все соответствует. Вот. Вы помните, что Бог после того, как он... Во-первых, он заповедь, кстати, дает этому одну человеку, да? И потом только разделяет человека на мужчину и женщину для познания. Вот этой радости, любви еще с таким же, как ты, да? Поэтому Бог горизонтально, запомните, это не вертикально и не Адама мужчину, и не женщину он от Адама разделяет. Бог человека разделяет на мужчину и женщину горизонтально. Мы равны перед Богом. И мужчина, и женщина – это лишь временно земное разделение. Причем ни мужчина, ни женщина друг перед другом не ущербны и, наоборот, ничем не выше один другого. То, что Ева окажется в подчинении Адаму, сейчас узнаем с вами, почему. До этого грехопадения мужчина и женщина – это абсолютно равные существа. Если люди приходят в сознание человека, не в Царстве Небесном, а в сознании, когда люди кают в своих грехах, Бог им все и все вокруг люди, в теории им прощают, они просто сами раскаиваются во всем. Человек может далеко находиться, против которого ты грешил раньше. Ты возвращаешься только в состояние Адама, только в состояние вернувшегося блудного сына домой. Потом ты начинаешь работать. Этим трудом, усердием, трудами, кровью и потом ты входишь в Небесное Царство, творя добро. Ну и в мире, лежащем возле, ты еще за это получаешь, нагоняй. Поэтому те, кто приходят в состояние Адама, они уже людей на мужчин, женщин не делят, на низших, высших и даже в семье. Если оба покаялись, то все они понимают. Они абсолютно одинаковые. Там нет мужчины главы семьи, они находятся в раю. Они оба одинаковые, два человека, лишь на время разделенные. Они, кстати, сами в себе оба полноценные. Они не являются друг другу половинками какими-то там, да? Нет, они друг други абсолютно, в принципе, полноценные. Вот. Это лишь разделение для того, чтобы мы познавали радость любви просто. Вот и все. Сам в себе человек полноценен. И в будущем мы не будем ни жениться, ни замуж заходить, не будет уже ни мужеского, как Павел говорил во Христе Иисусе, ни женского пола. Ну, первые люди, что делают? Согрешают. Согрешают они каким образом? Ну, согрешает первая Ева. Что она делает? Ну, во-первых, Ева изменяет Адаму с Деницей, ангелом света. Она занимается с ним, как вам понятно, любовью, сексом, чем еще. Ева изменяет Адаму с Деницей, запомните, с сыном Зари, с Лукавым. Каин, которого она зачинает от Лукавого, является сыном вовсе не Адама, а сыном Лукавого, как нам об этом Иоанн Богослов сказал духовно. И я вас уверяю, заглянув в бытие, мы с вами можем понять, что Каин именно действительно сын Лукавого. Каин сын Деницы, он не сын Адама. Это надо тоже понять. Сын Адама это Авель. Каин сын Деницы. Она, естественно, спит с Деницей, изменяет Адаму, и Деница научает ее, чего убивать животное. Они вместе убивают животное. Ну, если хотите, сначала он убивает, ей дает кусочек попробовать этого вкусного продукта. Она еще не знает, что она пробует. Деница, скорее всего, первая убивает животное. Вот этот кусочек убитого животного, как его называют мясом, да, угощает шашлычком Еву. Вот, ну, в общем, они чудно проводят время под шашлычок, со всеми радостями сексуальной жизни. Вот. Ну, и уже Ева, в свою очередь, научает убивать животное Адама. Ну, тоже дает ему кусочек попробовать этого мяса, как все говорят. Ну, а потом рассказывает, каким образом эту пищу можно получить. Это лакомство такое вожделенное, сладкое, можно получить только посредством убийства животных. Адам с Евой, естественно, начинают убивать животных. Естественно, Адам с Евой, все это, откуда появляются жертвоприношения? Естественно, чтобы оправдать свой грех, они делают вид, что это надо Богу. Оправдать грех убийства животных ради похоти чрева. У нас же всегда, вы знаете прекрасно, когда они, совершив этот грех, Бог воззовет к ним с покаянием, хотя они должны были умереть, но они не умерли, вы помните, да? То есть, казалось бы, Бог обещал, что если вы вкусите, сотворите грех, вы вкусите запретный плод и умрете, они не умирают. Оказывается, вкушая запретный плод, вкушая зло, грех, Бог настолько является любовью, что прежде всего он взывает к человеку, чтобы тот покаялся. Мы помним, что Ева начинает метать стрелы на Деницу, Адам мечет стрелы на Еву и на самого Бога, потом додумывается ему тыкнуть, что это он все это вообще придумал, вот, и жену ему это дал негодную. Естественно, каждый получает по своим делам. То, что Ева первая, ну, Деница ее сначала накормил, потом она сама, естественно, убила какое-нибудь там животное, это говорит о том, что вы заметите, что именно Ева, наказание человека соответствует его преступлению. Почему, как вы думаете, Ева именно в скорбях и страданиях, и вы знаете, что такое женские роды, я-то не знаю, но, может быть, в прошлой жизни я, естественно, и рожал, будучи женщиной, то в этой жизни я мужчина, я не рожал, но достаточно видеть, сейчас тем более мир 21 век, цифровых технологий, можно все это видеть в интернете, вот, как женщина рожает, да, начинает каких-то комедийных фильмов, заканчивая реальными документальными съемками. Как вы думаете, почему женщина с такой скорбью и с такой тяжестью рожает детей? Почему с такой скорбью и в таких болезнях, в таких мучениях женщина дает жизнь новую? Подумайте об этом. Как вы думаете, это за сорванное яблочко, что ли, с дерева? Я вас умоляю. Вы вообще можете такое приписать Богу, который умнее всех нас в тысячу раз, и за сорванное яблоко наказывает почему-то Еву именно мучительным даванием жизни, потому что она первая лишила жизни какое-то животное ради того, чтобы сожрать его труп. Именно поэтому, чтобы женщина поняла, что такое давать жизнь, потому что она жизнь никому еще не давала, но она посигнула на то, что вместо того, чтобы господствоваться и заботиться над всем окружающим, она эту жизнь забрала. Вот, каждый женщина теперь, когда вы рожаете, рожали, будете рожать, или вспоминаете свои роды, помните о том, почему вы это делаете. Женщина первая убила животное, чтобы его сожрать. Людей еще не было, потому что люди доходили, доходят до людоедства, тогда были только животные, был духовный мир, мы видим, был Деница, ангел света. Убила она именно животное и сожрала его, и этому научила делать Адама. Именно поэтому она в этих муках рождения. Именно почему господство, и почему Господь делает женщину ниже Адама, как вы думаете? Ну, именно потому, что она переспала с Деницей. Не хочешь быть равным, будешь рабыней. Адама она научает это тоже самое делать. Почему Адам? Почему у Адама наказание со скорбью питаться от земли? Та земля, которую Адаму все в сладости и в радости преподносила, причем не со скорбью, а с радостью, и он должен был питаться, и питался бы без труда, все бы земля давала. Как вы думаете, почему наказание у Адама со скорбью питаться от земли? Почему это связано опять с питанием? Почему связано с землей? Ну, потому что он пролил невинную кровь животного, чтобы сожрать его на землю. Естественно, земля, оскверненная кровью. Естественно, раз тебя, Господь говорит Адама, тебя раз не устраивает это изобилие радости питания, того, что не нужно было, все, представляете, какое разнообразие было в раю. Вы знаете, если вам кажется мои слова бредом, посмотрите на современный мир, мир и на современные супермаркеты. Вы знаете, чтобы сейчас быть веганом, мы практически в раю, сейчас все есть, все. Что в больших городах, что в деревнях, все доступно, причем в деревнях все доступно, самое натуральное, домашнее, овощи, фрукты, и причем точно такие же супермаркеты, начиная от простых, маленьких павильонов, киосков, в которых все есть, потому что сейчас все заботятся, корпорации о том, чтобы все доставить, хоть на край севера, да, любую свою упаковочку. Вот, сейчас все доступно. И заметьте, при таком изобилии всего в супермаркетах, мы на что идем? На убийство изо дня в день. Тысячи, миллионы душ, каждый день, живых существ, мы просто топим в море крови. Еще мы жалуемся, еще по Божьей милости, вообще земля, хоть и с потом, и кровью, но что-то для нас производит, только потому, что Бог есть любовь. Отсюда и по наказанию мы можем видеть, за какой грех они были наказаны. Адам питается, питается, в крови поте, теперь не от радости, плодов жизни, да, которые давали деревья, плоды, которые росли на земле, так как он проливает кровь беззащитных, безжалостно проливает кровь беззащитных животных, убивает их души, естественно, земля для него ничего и не производит. Ну, естественно, в этом грехе они раскаются, как мы видим, когда Господь призвал их, к покаянию, Адам, где ты, не совершали вы греха, они не стали, они обвинили во всем Бога, ну, естественно. Кстати, почему Бог одевает именно в животные одежды? Почему мы, заметьте, у нас такое же тело, как у животных. У свиньи, говорят, тело, вообще, весь организм, на 97% аналогичен человеческому. Как вы думаете, почему? Почему Бог одевает именно, как написано, в животные одежды? Я слышал такой бред протестантов, что это Бог там убил животных, одел Адама, но и, я говорю, это люди безумные, просто совсем с ума посходившие. Они все зло, как Адам, приписывают Богу. Бог убил животных, одел, а вы не думаете, что именно вот эти вот, так скажем, да, убитые, как раз ими животные, Бог на них одевает эту шкуру. Как вы думаете, почему мы сейчас в один-в-один в этой шкуре? Чтобы мы помнили свой грех. Чтобы мы помнили грех Адама с Евой. Именно поэтому мы в этой, точно в такой же. Да, мы тоже, кстати, обратите внимание, что животные созданы из земли, из воды. Обратите внимание, что человек создан из праха земного, из такой же земли. Но все-таки это прах. Тело человека, первого, первозданного человека и даже разделившийся Адама с Евой, оно, конечно же, безусловно, отличалось от плоти, от тела животных, всего мироздания, даже тела животных. Ну, не то же всего мироздания, потому что сам-то он тоже из праха земного, да, внешнего оболочка. Но вот от тела животных оно отличалось. Потому что животные земля производит, и там птиц, вода, вы помните, да? А вот прах. Прах – это такая самая верхняя. Кто знает, как пыль. В деревне идешь по летнему засохшему или перекопанному полю, она прямо аж вздымается, да? Вот и поэтому, в принципе, конечно, тела наши от животных и так, по сути, не должны были отличаться. Но все-таки, за счет вот этой легкости, описание даже, мы видим с землей, то есть у человека тело было немножко другим, да? И вот почему нас Бог одевает? Он одел их в эти же одежды, убитые ими животных. Я надеюсь, это для вас очевидно. Бог не делает ничего просто так. Мы в жизни все понимаем только граблями или законом бумеранга, как хотите. По-другому просто мы никак. Ну, естественно, так как они тычут Богу, несложно понять, откуда появилось жертвоприношение. Жертвоприношение появляется из чего? Чтобы оправдать свой грех. Кто в курсе, любое животное, оно якобы, сейчас, конечно, уже не так, сейчас уже, понятно у нас, всю жизнь век атеизма, просто так убиваем, жрем. Ну, естественно, с древности вот это пошло от Адама и с Евы, что якобы надо просто посвятить это животное Богу, грамотно, аккуратненько перерезать ему глотку, потом додумались при закупке, при Моисей со своими дружками додумался там еще разделять это все на правильное, неправильное, еще но вернее додумался, да, разделять там на с кровью, не с кровью, Моисей там додумался делить животных на чистых, не чистых, да, то все это, конечно же, человеческие, к заповедям Бога это никакого отношения не имеет, Бог есть абсолютно любовь, Он неменяем, Бог может творить зло по той простой причине, что Он свободен, но Он не изменяем, Он не творит его, поэтому мы его называем неизменяемым, хотя в потенции Он может, но что Он абсолютное благо, к этому благу призванный был первый человек, Адам с Евой, призванный мы все сейчас с вами, поэтому всем я вам рекомендую вернуться в состояние первозданного человека, запомните, когда вы станете веганами, вы еще ничего великого не сделали, вы еще в небесное царство не вошли, вы вернулись только в состояние первозданного человека, вы вошли в рай только, когда вы перестали убивать, совершать первородный грех, естественно, совершать его, я их сразу называю, два греха одним словом, когда вы сам грех совершаете, да еще обвиняете в этом всех вокруг, витамины виноваты, врачи виноваты, Бог виноват, что придумал, что я без мяса обходиться не могу, это чушь собачья, вы в ловушке у сатаны находитесь, вы грешите, продолжаете грешить, убивать животных, и при этом обвиняете Бога, что это Бог, либо вам в девятой главе там разрешил, либо сделал труп, что человек не может жить без трупа девятого, кто говорит, что это после первой главы, после грехопадения, после третьей главы, кто после девятой, кто еще когда что придумает, вы находитесь в ловушке дьявола, вы будете в этом мироздании пожинать и в будущем плоды своих грехов, выйти оттуда можно только отказавшись от греха убийства и обвинения в Бога, в том, что это он виноват во всем, что вы грешите, да, поставил вас в такую неразрешимую дилемму, что вы не можете отказаться от убийства по каким-то ты-ты-ты-ты-ты, множеством, множеством, кучей причин, да, это чушь собачья, запомните это, и пока вы не сделаете, вы так и будете крутиться в этом кругу сансария, возможно, вы даже попадете в тело этого животного, чтобы понять, когда будете в стойле стоять годами, у вас будут атрофированные ноги, у вас все будет ломить точно так же, как вы, как будто в тюрьме сидите живым человеком, в плену сидите, только тогда вы, наверное, все поймете, по-другому, видимо, никак, но никакой халявы не бывает, ни в какой, халява бывает только прощения, да, можно вернуться в рай, ты, человек, которому ты сделал зло, ты можешь покаяться, вот, войти в небесное царство можно только, неся свое крест, вот, когда вы покаетесь, перестаньте делать, и встанете на путь, на путь проповеди света, защиты Евангелия, защиты любви, защиты, в частности, вот, если возьмем животных, да, тогда вы только идете в небесное царство, до тех пор вы пока так себе, тепло-хладненькие, да, вы что есть, что нет вас, от вас никому не хорошо, не холодно, вот, ну, естественно, до чего все это докатывается, ну, какие родители, такие дети, естественно, Авель делает то, чему его научили его родители, все продолжает убивать беззащитных животных, да, все думают они, что они делают это для Бога, естественно, ну, а как уж, чтобы оправдать свой грех, нужна причина, да, никто же не хочет себя чувствовать греховным, мы обязательно найдем виноватого, крайнего, ну, и человек обычного находит, это не проблема, начинает он с кого угодно, заканчивает самим Богом, если уж ему это совсем неудобно, да, ну, и закончилось это чем, Каин, сын Лукавого, сын Деницы, убивает Авеля, сына своего папы Адама, ну, на самом деле, что вы хотели, если кругом льется море крови, Каин смотрит на Авеля, Авель спокойненько перерезает глотку беззащитному животному, сжигает его, и дымок, пойдя вверх, якобы угождает Богу, но если Богу угодно, что Авель со слезами, как некоторые говорят, на глазах, он приносит эту жертву, так нужную Богу, это же Богу нужно, это кровь, чтобы Авель весь вот так по уши в крови, весь забрызганный кровью, да, прежде блеющего, кричащего и не хотящего умирать животного, да, это же так приятно Богу все это созерцать, да, да, потом он все это потрошит, да, весь в кишках, весь в говне, в этом, в соплях, он сжигает это животное, ну, естественно, еще он видит, что у него дымок вверх, а у Каина вдруг по какой-то непонятной причине ему неведомый, дымок пошел вниз, ну, естественно, делов-то мало, раз Богу приятна такая жертва, так я принесу жертву своего собственного брата, чем, чем, какая разница-то, ну, если Бог так смотрит на убийство беззащитных животных, кругом море крови, еще решили, что Богу приятность, дымок вверх пошел, естественно, Каин, сын Лукавого, убивает Авеля, брата своего сына, сводного своего брата от одной мамы, ну, а двух разных пап, сына Авеля, все это, естественно, продолжается всю историю человечества, мы с вами уже поговорили, давайте вкратко вспомним, Ноя, все то же самое, Ноя не способен отказаться от убийства животных, Ноя решает, что непролитие крови друг друга будет достаточно, такие книги, как книги Енаха, нам сообщают о том, что люди, ну, Каин убил, что люди стали доходить до этого, по поводу вхождения сынов божьих, сынов к дочерям, к дочерям, к дочерям, к человеческим, мы с вами уже не будем говорить, все это, естественно, как вошел Деница, как переспал, как он познал Еву, так, естественно, и другие ангелы стали познавать других детей Адама с Евой, других дочерей Адама с Евой, люди стали рождаться исполины, такие же Каиниты, естественно, они стали пожирать не только, животные друг друга не ели, животные друг друга не убивали, только люди убивали животных, поедали, И, естественно, им этого стало мало, как мы читаем в подобных книгах, книгах Еноха, что даже стали пожирать, естественно. Ну, а что? Чем человек-то хуже? Стали пожирать друг друга. Вот этим все и закончилось. Ну, Ной недалеко на самом деле ушел, да. Праведность Ной, она была лишь в сфере Ветхого Завета и допотопного человечества. Он мог праведником называться, конечно же, никаким праведником в глазах Евангелия он не является. И то, что он не способен отказаться от убийства животных, тех же самых, ничем это хорошим не закончилось. Вот. Ну, Моисей еще дальше пошел, да, уже там, я говорю, все меньше и меньше ограничений, да, накладывается. История человечества – это история грехопадения. Это, и причем смерть как конечная, да, вот, прелюбодействие, которое совершила Ева со своим, так скажем, мужем Адама, которому изменила, это, кто знает, предательство. Ну, прелюбодействие – это один из невидимой сущности, то есть, что можно грехом как это говорить. Это лишь дело. Прелюбодействие, измена – это грех, это дело. А самой сущностью зла, греха является что? Предательство. И вот это невидимое предательство, ну, видимое, в смысле, в деле, но сама сущность, символно, конечно же, мы понимаем, и вы все прекрасно знаете, что нет большего греха между мужчиной и женщиной, между друзьями, между детьми и родителями. Никакие – это измены, это предательство, да. Это, естественно, относится к миру невидимому, да, ты предаешь душу, на самом деле. Не столько тело, от того, что ты там даже переспал с кем-то, ты действительно предал, да, человека, ты изменил ему. Вот это убийство души, убийство животных и убийство человека продолжается всю ветхозаветную историю человечества. Именно поэтому Иисус и скажет в свое время, Бог явившись во плоти, что наименьший, наималенький человек, познавший эту истину и отрекшийся от всего вот этого, больше в небесном, наименьше в царстве небесном, больше даже самого Иоанна Крестителя. Хотя больше Иоанна Крестителя не восставала, да, мужа в Израиле, так скажем, да. Ну, будем проецировать на все человечество. Вот такая вот история человечества печальная. До сих пор, кстати, продолжающаяся, к сожалению, да, мы до сих пор не способны отказаться ни от измен, ни от убийства животных, ни от убийства людей. Мы всегда найдем повод, там, патриотизм, еретики или еще что-то обязательно лишим жизни человека. Естественно, к чему все это приводит? Ну, мы сначала Бога в гробик. Когда между нами нет живого Бога, когда мы не понимаем, что люди именно образ и подобие живого Бога, что любить надо именно человека и все его творение. Да, никаких культов, никаких сект, ничего не надо создавать, никаких обрядов. Ну, естественно, Моисей, я говорю, совсем далеко зашел в этом, равных ему нет в Ветхом Завете. Ну, как, это все человечество такое было, я в этом плане. Просто, если мы по Библии рассуждаем, конечно же, во всех народах все было одно и то же. И Моисей, и народ Израиля ничем не отличается ни от одного народа на земле. И Моисей, как вождь некоего народа, ничем не отличается от вождей всего прочих народов. Один в один. Поэтому, когда там нас со святым Израилем, это, конечно, полный бред. Они один в один. Моисей еще Мухаммеду, и до него еще далеко, до Моисея. Моисей заткнул всех, наверное, за пояс по созданию культа, да. По человеку ненавистности, по жестокости, по кровожадности. Поэтому закон Моисея, ему еще закон шариата позавидует. Ну, естественно, его предки, сынок, сам Давид хотел это сделать. Его сынок Соломон все это доделал. Сначала они Бога поместили Моисей в гробик. Этот гробик, вы помните, называемый Ковчег Завета, повсюду таскали. Заканчивается все это окончательным богоубийством, когда этот гробик уже окончательно хоронят в склепике, который построил Соломон. Вот, вы помните, Давид жаждал его построить, не построил, его построил Соломон. Но Бог, как я вам скажу словами, побитого за это Стефана словами, за эти слова побитого, что Бог не в рукотворенных храмах живет. Он не живет ни в православных храмах, ни в католических, ни в протестантских, ни в кирхах, ни в домах молитвы, ни в языческих храмах, ни в иудейском, ни в храме Соломона, ни в Зарававеле, ни в каком-либо еще храме. Бог, он всячески во всем присутствует. И не требует служения рук человеческих. Ну, человечеству это не понять. Мы будем как вечные, как самые тупоголовые, наверное, и бессердечные люди. Вечно будем культы создавать, да, убивать Бога, резать его ложкой, можно сказать, да, без ножа. Вот такие основные ветхозаветные грехи человеческие. Естественно, Бог, когда создает мир человека, животных, человека, давая ему заповеди, делает все это устно. Если вы обратили внимание, Бог ничего с небес не пишет. Он не дает закон Моисея Адаму, да, Еве, первому человеку, не дает и закон Божий, не дает он почему-то очень странно. Бог настолько глупый у нас, творец неба и земли, что он почему-то не дает бумажного закона Моисея, да, с кошерной, не кошерной пищей, да, как, правда, еду можно, и животной пищей можно называть. Это вообще души живые. Вот, но очень странно, что Бог забывает дать этот закон Моисея Адаму с Евой, да, ничего не говорит. Так живем мы все, все глупое ветхозаветное время, да, ну, или мы глупо, как живем. Бог является сам во плоти на земле. Раз мы не понимаем тот свет, ту истину, которая просвещает всякого человека, которого этот свет, эта истина, Бог, любовь приводит в бытие, Бог сам сходит с небес для того, чтобы нам все явить, все показать и дать в себе пример, да. Потом, конечно, мы святыми отцами все там подправим, что нас не устраивает, да, в примере Божьем, но это будет позже, об этом мы сейчас поговорим. Бог является на землю. С чего начинается его служение? Бог явившийся на землю. Он приходит в Иерусалим, и в этом капище Соломона, как я его называю, выгоняет всех оттуда, торгующих, животных, всех, чтобы никакие жертвы, чтобы животных больше ни в какие жертвы никому не приносили. Они ему не нужны. Иисус против убийства животных в жертву Богу и пожирания их трупов. И что он говорит в этом храме, его начальникам, менеджерам этого капища? Он говорит, разрушите его, я в три дня воздвигну его. Но он его воздвигать не собирался в три дня. Даже его ученики, как Иоанн Богослов, который нам описывает это событие в своем Евангелии, говорят, что они потом только поняли, что он говорил им о храме тела своего. Он, естественно, капище этого, на которое фарисеи не поняли, ну, в общем-то, как и его ученики поначалу, конечно же, восстанавливать не собирался. Он предлагал им его разрушить. Вот. А он восстановит ихний храм, ихнее сердце. Ну, они, естественно, сделали все наоборот. Они убили живого Бога. Ну, что они это делали? Всю ветхозаветную историю, поместив его в склепик, похоронив заживо, потом тут даже не заходили. Вот. Соломон благополучно, когда этот склепик создал Богу, благополучненько от этого склепика, от этого живого Бога, отвалился потом Израиль, кто знает, да? Вот все вы, кто ходите в эти храмы, вы давно вне Бога, вы знаете его, не знаете даже близко. Потому что, если бы вы знали Бога, вы знали бы, что он в нерукотворенных храмах живет, вы бы не ходили никогда не тут. Чем дальше ты от храма, тем ближе ты к Богу. Запомните это. Это закон жизни. Мы знаем, что Иисус постоянно ходил, когда в Иерусалим на праздники попадал. Он все время, он каждый приход свой устраивал там дебош, и одно и то же ему говорил. Мы никогда не видим его там молящимся, поющим песенки. Мы всегда видим, что он там проповедовал. О чем? Разрушьте этот храм, а я в три дня воздвигну ваши сердца. Внутренних людей, которые что, он сказал? Погибли. Запомните, Бог приходит к святому, якобы Божьему народу, которых называет погибшими, не погибающих, мертвыми. Он говорит, я пришел к мертвецам, воскреснуть в вашей жизни. К погибшим. И если вы обратили внимание, при чтении Евангелия, Иисус ничего не написал никогда. Никакого своего учения. Не позволял за собой стенографировать. Все один в один, как в первой книге Бытия. Все учение Иисуса из Христа состоит в том, что человек, ты свободен. Ты же видишь, я тебя не трогал до своего второго пришествия. Я позволил человекам, ибо они есть образ и подобие мое, и в принципе, это вся сущность Бытия, вы свободны творить добро и зло. Я никогда даже оттуда вас не напрягал. Я укорял, я обличал, я назидал, я просил, я умолял, но я не нарушал твою свободу. Ты мог упереться рогом и сотворить зло. Ну, Бог может, конечно же, повлиять на внешнюю существенность и материю человека, на плоти как-то ограничить человека, но на внутреннюю свободу Бог никак посягнуть не может. Это тот камень, как выражались древние философы, который Бог создал, сам который поднять не может. Это человек со свободной волей. Это образ и подобие самого Бога. Иисус в свободе приходит на землю. Обычный, обычный 30-летний нищий простой паренек, нигде не учившийся, выходит и противостоит всему культу иудейскому. Всей мудрости человеческой, а точнее глупости, да, мудрости я взял в кавычках, начинает проповедовать это простое учение бытия, которое стоит в том, что человек добровольный, избери добро, благо, свет, любовь, и будешь иметь жизнь вечную, причем какую, блаженную, благо бытия. Если нет, жизнь вечную ты будешь иметь, только какую, страдательную. Ты и здесь будешь страдать, и там. Вот в чем вся суть учения Иисуса Христа. Все. Какие дела мы видим Иисуса? Кормит голодных, поит вином радующихся на свадьбе, исцеляет больных по телу людей, исцеляет людей больных по душе, изгоняет из них бесов, воскрешает мертвых, проповедует эту истину, это великое, то есть воскрешает души и тела, проповедуя и воскрешая тела. Вот все дела Иисуса. Ни одного храма Он не строит, ни одной бумажки не пишет, никаких песенок не дает, никаких культ не создает, ни сект, ни организаций. Просто в свободе, простоту истину, говорит, она такая простая, что и написать-то нечего, три слова, свободно избери любовь, все. Ибо ты вечен человек, и ты будешь либо вечно мучаешься, либо ты вечно радуешься, вот и все. Зачем ему что-то писать? Он не строит никаких капищ. Везде, где вы строите капища, это не учение Иисуса Христа. Православие, ктолицизм, протестантизм, везде, где люди ходят в капища, они не знают Бога. Иисус этого не делал. Его учения, Он всегда говорил, красной нитью, Он говорит, я сам творю и учу, и вы сотворив научите. Иисус этого не делал. Вы делаете то, что не делал Иисус. Что Иисус делал? Даже пасхального ягненка Он заменяет на хлеб. Он не ест сам этого ягненка и заменяет его на хлеб. Он не позволяет приносить животных в жертву. Он не позволяет их убивать даже во имя великих праздников, да, и пожирать их трупы. Он заменяет все это на ту пищу, которую он давал, действительно, на настоящую пищу, которую он давал от начала. Ну, естественно, за свою эту жизнь блаженную Иисус что? Расстается даже со своей жизнью. То есть, Он, в отличие от Соломона, Давида, Моисея и прочих пророков и праведников до Ветхого Завета, Иисус остается, если Ева изменила и Адам тыкали Богу, то Иисус не тыкал Богу, даже когда Он висел на кресте. Но старался верным Отцу в истине. Абсолютно. Вот за эту истину Он и пострадал. За то, как Он жил и как Он учил. Ну, как Он им и обещал, они разрушили Его храм, только не тот, который Он им предлагал разрушить, они Его убили. Ну, Бога убить невозможно, Он воскрес. А вот их капище в оконцовке, руками язычников, точно так же, как они его убили, этот храм, весь этот Иерусалим, вместе с этим капищем Соломона посреди Иерусалима стоящим, был истерт в пепелочек. Кто знает, Иудейская война 68-70-х годов, то есть ориентировочно через 25 лет после смерти, убийства Иисуса Христа, Его воскресения и Вознесения на небеса. Естественно, все, что они сделали с Ним, произошло и с ихним культом, да и с ними самими. Какой мы делаем вывод? Что мы должны делать? Ну, вот мы видим. Мы видим, как не надо делать нам весь Ветхий Завет, описан, да? Что такое грехопадение. Иисус делал ровно противоположные вещи и заповедовал нам делать. Что начинается в новозаветное время? Я так и помечаю. Грехопадение номер 2 или версия 2.0, дубль 2.0. Мы продолжаем, естественно, предавать, изменять, оскорблять, обижать, унижать себе подобных, да? Это и семейные отношения, дружеские, вот, алчность, жадность, похоть, ненависть друг к другу, да? Мы, естественно, продолжаем убивать животных в угоду своей чрева, хотя у нас супермаркеты забиты райской вегетарианской пищей, пищей богов, ибо мы боги, и дети Всевышнего Всевышнего. Боги, Бог никого не убивает, Бог только дает жизнь, Бог никого не может убить. Бог жизнедавец, Он творец жизни. Запомните это раз и навсегда. Он сказал плодиться и размножаться, и возделывать, и хранить. Нигде Бог не заповедовал человеку ничего, никогда никого не убивать. Вот. Ну, естественно, это и одежда, это и цирки, и зоопарки. Мы эксплуатируем нещадно, беззащитных животных, которые ластятся, любят нас, как это написано в книге Бытие, и как мы все с вами, это на своей шкуре, знаем, как животные нас действительно любят. Ну, естественно, мы продолжаем все эти беззаконные убийства людей, да. Причем, как всегда, мы это, конечно же, оправдаем обязательно. Без этого у нас никак не пройдет, да. Патриотизмом или распространением ереси, которую надо заткнуть, да. Мы обязательно будем убивать друг друга. Без этого, видимо, никуда. И это все продолжается, продолжается, и края этому нету, да. Ну, и чем закончилось все это? Естественно, как мы живем, живя в убийстве, в ненависти ко всему Божьему творению, мы не любим Бога. Мы не любим Его творения, ни людей, ни животных, ни природу. Естественно, мы свою любовь эту, мы в чем докажем? Ну, обязательно. Мы будем творить все беззаконие, убивать животных, людей, природу, но при этом мы понастроим кучу капищ. В этих капищах мы будем так петь, у нас просто будет штукатурка с потолка сыпаться, мы будем петь, как мы сильно любим Бога. Боже, я хвалю тебя. И пошел глоточку свиньи перерезал. Боже, я так люблю тебя. Благослови этот автомат, благослови этот авианосец, и мы полетели. Боже, я так люблю тебя. И пошел изменять жене. Боже, я так люблю тебя. Я по воскресеньям обязательно под батюшкиным полотенчиком пущу крокодилью слезу. Кто знает, узнаете, что такое крокодилья слеза. Я не просто так употребляю это выражение. Боже, я так тебя люблю. Я грешу, но верую в тебя и в твою жертву, что ты взял все мои грехи на себя. Я продолжаю грешить и любить тебя. Об этом я буду петь тебе каждый воскресный день. Естественно, мы убили Бога. Все, кто в этих культах участвует, не знают ни на грамм, ни на миллиметр, ни на сантиметр живого Бога. Казалось бы, пришел сам Бог на землю, Иисус Христос. Мы что? Мы вернулись на круги своя. Бог, придя на землю, Иисус Христос, как я всегда говорю, потерпел на самом деле точно такую же неудачу, как и Бог потерпел при сотворении первого человека. Но это я говорю, когда неудачи, естественно, я имею в виду теорию, да, и глобальную все это. В частном порядке, конечно же, мы все потихонечку, один за днем приходим в здравое состояние, воскресаем, возрождаемся. И более того, некоторые из нас, хоть это и мало стадо, даже восходят в небесное царство жертвенной любовью ко всему Божьему творению, неся крест, поруганье, поношение за эту любовь. Покажите мне веганцев, которого хоть кто-нибудь не поносит, начиная от язычников, кончая религиозниками. Только ленивый, наверное, веганцу в морду не плюнет, в лицо не плюнет, да. Да можно и в морду, да, мы же себя с животными сравниваем, они нам все время об этом тычут. Вот. Что, причем, весь мир в этом зле лежит. Все бога убили, православные, своими храмами, католиками, своими базиликами. Я уж не стал бы понимать, тут картинки не поместятся, я только православный храм, иудейский, этот Соломон, да. Католические базилики, протестантские эти кирхи, дома молитв, вы заметите, они все одинаковые. Я когда смотрю на споры там католиков с протестантами, с православными, с иудеями, мне так смешно со стороны смотрится, они же одинаковые. Они, вот сатана ими играются, они думают, что они разные, что у них у каждого там какая-то истинная вера. Они спорят о догматах, об обрядах, о правилах, да, о взглядах на мир, при этом творят беззаконие, я говорю, убивают, крадут, животных, людей всех подряд, насилуют, проповедуют, чушь эту собачью, про патриотизм, про спасение по вере, про покаяние под полотенчиком, прохождение в эти вот капищи, в их храмы, свечки, иконы, все что угодно, псалтырьки на гитарах, песнячки, жертвы в иудаизме и так далее, языческие храмы то же самое, баптистские те же самые, атеистические, посмотрите, атеисты, кажется, уж казалось бы, вон, пожалуйста, мавзолей на красной прям площади у нас стоит. Чем вам не религиозный культ тех же самых бывших семитаристов под названием, под именем Сталин, которые создали точно такой же культ по мертвичине, как и в той РПЦ, в которой он был адептом, в которой был культ и фетиш по мертвым трупам некоторых людей, причем совсем не святых, а очень даже грешных. Вот. Так что Божий план очередной раз потерпел крушение. Все мы в этом Новом Завете живем и по сей день. Что с этим делать, я даже и не знаю, как Божий план и подправить. Это, конечно, караул. Я вам говорю, у меня когда-то были иллюзии, когда я терзался, и у меня ничего не получалось, Бог мне открыл, что родной. У меня не получилось, не переживай, да. Иисус через 20 лет, во-первых, во времена самого Иисуса его не понимали ни его ученики, они были настолько недалекими. И потом, даже после того, как он воскрес и вознесся, мы видим, что даже его ученики далеко не все, и многие ничего не понимали. Мы с вами достаточно видеть книгу Деяний, которую мы с вами вместе на моем канале «Христолюбиблия» читали, что, конечно же, в познании истины немногие ушли куда-то, туда поближе к Богу. Мы видим, к чему их тянуло все время. Уже во времена апостолов спокойненько пытались продвинуть окончательную смерть, что нет воскресенья, что нужно опять обрезаться, соблюдать весь закон Моисея. Вы помните все это? И по этим событиям даже собирался великий апостольский собор, чтобы решать, надо все-таки соблюдать пульт Моисея, шариатовский закон Моисея или не надо. Далеко ли они ушли? Конечно, нет. И мы с вами все прекрасно знаем то событие, о котором я сегодня уже упоминал. Это 68-70-й год, иудейская война, к моменту, которая произошла, потому что само это разрушение Иерусалима, этого храма, естественно, символизировало уже полное, повсеместное падение даже того начатка. Это тот, та ветка, которая даже не успела дать плоды, она даже вырасти не успела. Евреи, не то что иудеи, даже в общем, во всей своей массе евреи, хотя далеко не все евреи, даже иудеи, вот, они полностью отмеживаются, отрешаются, отрекаются, как хотите, не принимают учения Иисуса Христа, Бог явившегося во плоти, о том, что Бог есть любовь, человек, его образ и творение, потому он должен любить его, все его творение, друг дружку, да, но их это учение не устраивает. Как мы видим и потом язычники. Буквально через 100 лет 200 это максимум, ну 200 это уже официально, потому что 325 год, первый собор вселенский, так называемый, ортодоксальный секты, можно считать похоронами настоящего, более-менее истинного христианства, которое еще как-то разрозненно существовало, видимо. Все, оно полностью уходит в подполье из 3-4 века, церковь Христова, христиане, настоящие его дети, это все святые люди по всем краям земли, которые живут действительно неправедностью, там, поверили, да, мы дети Авраама, мы дети там, Павла, Петра, Иакова, Исаака, там, или еще кого-нибудь, там, нет, это те люди, которые действительно живут в любви, в деятельной любви ко всему Божьему творению, а, кстати, не забывайте, что одно из дел этой любви, это как раз проповедь вот этой истины, да, потому что вера отслышанная, и как ты поверишь и изменишь свою жизнь, если ты не услышишь, конечно же, за эту проповедь истины приходится страдать, никуда не денешься. Вот такая вот печальная история, у нас было, Бог два раза нас вразумлял, два раза давал нам шанс, мы его не использовали, мы свалились в первый раз, Бог сам приходит на землю, казалось бы, являет нам совершенный путь, но нас это все опять не устраивает, мы опять все сворачиваем еще в больше, еще в худшем варианте, мы все это свернули, все опять на ту же дорожку, ну, и книга откровений сейчас мы с вами рассматриваем, как раз сейчас получилась история человечества, да, здесь у меня ссылка, я уже, мы сразу с вами к ней отправляемся, к этой книге, и по ней пробежимся сегодня, книга откровений, еще раз хочу сказать, что она историческая, и кто давно меня смотрит, давно уже все это понял и знает, я надеюсь, что вы будете умными людьми, разумными, все вот эти бредни в интернете, которые весь уже интернет загажен, я бы так сказал, засран просто всеми этими всякими роликами, информацией, мы не вошли даже, как я говорю, в рамки, хотите, книга пишется от корки до корки, вот мы даже в саму книгу откровений еще не вошли, поэтому все рассуждения там о печатях, о трубах, я уж вообще молчу, а точнее не молчу, буду говорить, и сегодня в частности о таких чашах, изливаемых на землю, это бредни просто людей, ничего не понявших, вот, сегодня у меня уж таких роликов нескольких есть, во-первых, конечно же, книги откровения к моему чтению вы можете обратиться на моем канале, к полноценному, последовательному, не на стихах, да, потом я просто уже записывал такой подобный ролик, где вот так пробежался, но у меня была, так скажем, на новом сайте еще сырая версия, я ее на днях достаточно доработал, сейчас хочу с вами еще раз поделиться, первая глава, с чего у нас все начинается, да, само видение, некое Иоанна, кстати, это не Иоанн, богослов совершенно, никто это доказать не может, Иоаннов было столько в еврейском народе, что и не счесть, как песку морского, да, вот, нигде он себе нелюбимым учеником не называет, что это за Иоанн, теперь одному Богу известно, но это не суть важна, почему я говорю, о таких, конечно, вещах и спорить нечего, ему является Иисус и дает им откровения о последних временах, хотите вторая, третья глава, вот, кто знает, эти семь светильников, семь церквей, к которым обращается Господь, или черный дух на белых конях, сама книга откровений, она зеркально нам показывает, вы вспомните, в Евангелии, так скажем, единственное, ну, понятно, единственное место Иисус не раз говорил там о последних временах, но очень кратко, очень кратко, единственное, самое большое, место, естественно, по всем Евангелиям, но они, это же, наверное, не четыре Евангелия, Евангелие-то одно, просто разными авторами описывается, самая большая, крупная речь, и тем более, по конкретному Евангелие-евангелие от Матфея, где, вы помните, буквально уже за несколько дней до своего ареста, после очередного нахождения в Иерусалиме, на празднике, где Иисус проповедовал, как всегда, да, всем там, выносил мозг в Иерусалиме, в храме, выгонял животных, чтобы их не убивали, вот, обличал всех этих слепых, вождей слепых, вы помните, что по выходе, и то, что Иерусалим, ты где там остановишься на ночлег, они в очередной раз вышли из храма, из Иерусалима уже хотели уходить, и ученики Иисусу, показывая, хотя этот был храм, как мне поправляют, не Соломона, но я его просто так называю, потому что мало кому известно имя второго, так скажем, строителя храма, да, и ему показывают на этот храм, и говорят, учитель, посмотри, какие типа здания, какие камни великие, как все построено, красиво, Иисус, прежде чем говорить им о последнем времени, говорит, что все это будет разрушено, и камни на камне не останется, и затем его ученики уже спрашивают, ну а расскажи, каков будет, особенно по Матфею, так прямо вопрос учеников и звучит, расскажи, какой признак твоего второго пришествия, когда вот это все будет, ты говоришь, Иисус начинает им рассказывать о последних временах, вот книга Откровения, я всем говорю, та, которую мы имеем, Откровение Иоанна, в 21 главу, всем известная, это вот эту книгу можно вложить, как хотите, вот в эту речь Иисуса, она абсолютно от начала и до конца в речь Иисуса, ну и сами понимаете, что даже по Матфею, ну и в тех человеческих делениях, которых мы имеем, это всего лишь 22, да, по-моему, ну давайте я точно посмотрю, это 24, 25 глава, надо было сразу вам ее открыть, чтобы у вас была на экране, почему, если видите, как раз у меня картинки всегда я стараюсь говорящие подбирать, то есть как раз у нас речь идет о храме и Иисус им говорит о последних временах. Иисус говорит, что видите ли все это, истину говорю вам, не останетесь камня на камне, и ученики ему задают прямой вопрос, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ. Из чего начинает Иисус? Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие, ну или по Луке, и не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прелестят. И дальше я уже не буду вам всю читать, да, также услышите о войнах, о войных слухах. То есть, то, что и речь говорит Иисус, по Матфею, это 24 и 25 глава, ну не важно, что деления человеческие, а кто знает, в Новом Завете, да и в Ветхом, в принципе, все главы, они приблизительно одного объема, поэтому, когда мы говорим о главах, очень удобно вот рассуждать или что-то сравнивать, я сам не против вообще делений, потому что, видите, можно какими-то рамками ограничивать, говорить как-то более удобно и понятно. И вот эти вот 24 и 25 глава нам как раз все Иисус рассказывает о последних временах, о суде над христианами во Второе пришествие, над всем народом, когда через, после тысячелетнего царства, все он здесь это рассказывает. Ну, естественно, сами понимаете, две главы и 21 глава книги Откровения. Конечно же, разница огромная. И если вы еще раз обратились, нет, я еще раз тогда обращаю ваше внимание, Иисус начинает свою речь со слов о том, что берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и не вели возбуждение и будут говорить о Христосе и многих прельстят. Именно на этом основании, на том, что сначала Иисус говорит о том, что все храмы, этот капище Соломона в центре Иерусалима будет разрушено, сам Иерусалим будет разграблен, именно о том, что потом он начинает говорить именно о прельщавших и всяких этих прельстителях, антихристах, да, я и делаю вывод о том, что храм Соломона либо будет построен вообще до книги откровений, вот как раз, кто знает, вторая, третья глава это целиком обращение Иисуса Христа к семи церквям, вот эти семь светильников, посреди которых он стоит в видении для Иоанна, да, это, как он сам говорит, это суть семь церквей, которым я буду послать свои послания, да, и как раз, в принципе, что тут, естественно, уже прям к самому первой церкви, если мы читаем, да, тут его прямая речь, это часть даже первой главы, и именно со второй главы мы с вами видим прям начало, то есть первое послание, первой церкви, и как оно начинается, ангелу эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд, в деснице своей ходящей посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, труд твой, терпение твое, ты оставил первую любовь, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела, если не покаешься, там, приду и сдвину светильник, да, вторая церкви, то есть, заметьте, то есть, нужно принять Иисуса, забытая первая любовь, обращается, естественно, к иудеям, вторая там, светильник, да, кого Господь укоряет, ну, кого, слепых, вожде слепых, так говорит первый и последний, который был мертв, и ожил, знаю твои дела, и скорбь и нечту, впрочем, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское, да, вот этих антихристов, я вам сразу скажу, тут все очень просто и понятно, либо как раз вот эта начальная речь, что здесь, что там, вы же понимаете, как я вам уже сказал, что книга Откровения, это вот расширенная версия, как хотите, другими понятными словами, 24-25 главы, то есть речи Иисуса Христа о последних временах, пожалуйста, тут начинается речь, там начинается речь, да, и как он перед этим там говорит, что наоборот, было разрушено, вы видите, вся история человечества, она всегда зеркальная, то есть приход антихриста, его царства, и вообще полное людей от падения, от Бога, так скажем, да, оно будет в зеркальном порядке, да, и мы же не зря вот эти капищи, на которые мы с вами посмотрели, которые мы уже все преизобилуем, все человечество, все эти религиозные культы и секты, они и мечтают построить опять вот этот пик, пик этот, да, люди ж не могут без этого храмового поклонения, вот, и вот, конечно, здесь прямо это не сказано, я вам лишь здесь не скрываю, говорю свои какие-то догадки, домыслы, или как хотите, внутренние откровения от Бога, да, делюсь с вами тем, что у меня на сердце, что как раз книга откровения начнется с того, что храм будет построен в Иерусалиме, и не думайте, что то, что написано апостолу Павлу, что там антихрист восядет как Бог, что строительство храма, можем временно связать, что строительство храма, и восседание там антихриста, это там, грубо говоря, три дня, да, нет, конечно же, вот, но строительство храма будет знаменовать, мы это реально увидим в истории, это такой симбиоз будет всех религий, во-первых, вы же знаете, что сейчас на храмовой этой горе, где вот именно уже столько тысяч лет по Божьему промыслу этот храм не может быть построен, да, то есть там мусульмане поставили свою мечеть, и вот очевидно, что именно вот эта речь Иисуса обращенная, она начнется уже с того, что храм будет построен, ну, или как по-другому, вторую, третью главу можно рассматривать, это то, что тогда начнется все с шестой главы, потому что сейчас четвертая, пятая, мы просто с вами на небеса поднимемся, то третья глава, вот эта, вторая, третья глава, это действительно предупреждение всем, причем, вы знаете, здесь, конечно же, мы читаем, как будто это больше относится к евреям, чуть ли да, к иудеям, там, в иудеи, а суть не таковы, то это действительно последнее предупреждение миру, и в этих семи церквях мы можем увидеть с вами, естественно, вы прекрасно понимаете уже, что тот автор, который писал эту книгу Откровения, он писал это тем городам, которые тогда существовали, сейчас уже не существует половины, наверное, как минимум, и то мы не знаем, в каких городах, кто знает, есть и одинаковые названия у городов, то очевидно, мы читаем это духовно, потому что существующих уже этих церквей, тем более, как каких-то, может быть, важных или главенствующих, уже нету, да, и по сути, поэтому, вот знаете, не зря я вам перечислил, всеми этими семи церквями, можно назвать как раз семь религий, возьмем, не знаю, если их разделять, вообще христианство, псевдо-христианство, которое является совокупностью и православных, и католиков, и протестантов, и всех мастей, всяких от мелких до высоких, а если их поделить, ну, уж тут семь точно набирается, это православные, католики, протестанты, всех мастей, всех возьмем, это мусульмане, это буддисты, это точно такие же, у них такие же храмы, этим буддам, вы видели статуэтки, все кланяются, молитвы, Иисусовые молитвы, они там трабындиад, да, вот, это иудеи, естественно, и это язычники, все, вот вам семь церквей, прям по пальцам легко читается, это семь религий, вот, к ним все это обращено, четвертая глава, мы попадаем на небо, четвертая и пятая глава, тоже читается вместе, я вам кратко, здесь говорящие картинки, да, мы видим престолы, сидящего на нем, оказывается, что этот сидящий Иисус Христос, он же Агнец, он же Лев, и на небе есть некоторая книга, которую мы с вами сейчас и будем читать, это та же самая книга, ну, так скажем, та же самая, да, которую Иоанн, так скажем, переписывал, вот, достоин открывать эту книгу только сам Иисус Христос, Агнец, он открывает, и все показывает этому некоему Иоанну, и именно с шестой главе, шестой главы, по сути, и начинается сама эта книга, откровение, которое было на небесах, то есть, я надеюсь, вы и структуру видите, и порядок, запомните навсегда, что книга, откровение, это историческая книга, вот, просто себе будете, горе на голову собирать, если будете слушать людей, которые из них просто рвут стихи, и лепят, что, а бы что, что в голову просто пришло, вот, семь печатей открываются, первые четыре печати, это четыре всадника на четырех конях, бред, который несут, что первый всадник, это типа якобы там апостол, это чушь собачья, конечно, в интернете есть и картинки, где всадник вот этот с луком, первый всадник, он такой светлый больше, ну, в виде доброго хотят показать, то это бред, даже по картинкам достаточно понять, в интернете, аж теряешься столько ярких, красивых, что все эти четыре всадника всегда в одном стиле, да, первая печать, это вот этот всадник, это черный дух на белом коне, да, поэтому это смысл, другой мы с вами прекрасно знаем, сам Иисус не раз говорил, это волки в овечьей шкуре, идеально все подходит, хотите, черный всадник, восседает, как дух почивает на человеке, да, как я буду своим библейским, естественно, языком говорить, да, вот этот дух почивает, вот этот черный дух, естественно, никто зло в чистом виде принимать не будет, только совсем уже обезумевшие люди, уже полностью отдав свои мозги и сердце дьяволу, да, уже могут ему там поклоняться в чистом виде, основная масса людей, конечно же, кушает зло под прикрытием добра, да, ты не животное убиваешь, ты гуманный забой, тебе же надо, да, витамины, там, еще что-то, да, да, ну, это убийство, а где написано, что это убийство, да, в самом слове, или убийство настало добродетелю с какой-то поры, да, с девятой главы книги бытия, это волковой чешкуре, ну, или хотите, если уж тогда вас не устраивает, что это первые главы относятся к словам Иисуса, где смотрите, что кто-то не прелестил вас, уж очевидно, что вот эти вот, вот этот вот дух на белой пони, как я ее называю, да, волковой чешкуре, очевидно, что это и есть вот эти пропаганды, оповедники, очевидно, по мне очевидно, что храм будет стоять уже в Иерусалиме, вот, когда в нем сядет Антихрист, он сядет только в тринадцатой главе, тут на самом деле не так много времени-то описано, конечно же, от нас сокрыты времена и сроки, нам открыты события, времена и сроки нам не открыты, хотя в книге Откровения некоторые цифры есть, кто знает, вот эти там 1260 дней, но не так, что от начала вот мы идем, и все расписано нам по дням, да, пусть даже не по датам, даты, да, понимаете, даты и время тоже разные слова, еще бы нам по датам расписали, ни дня, ни час, вспомните, Иисус сказал, мы этого не знаем, мы знаем события, и периоды мы некоторые знаем, да, то есть мы дошли до этого события, но там, раз нам Господь оставил, открыл некоторые цифири, значит, тут никак бы нет свободной воли, человек, так что, зависит, Бог будет вмешиваться, что-то там делать, да, но это редкие места, да, в основном этого нету, не зря и написано, и увидел я, что ангел снял первую, Агнин снял первую семи печатей, и услышал я одно из четырех животных, говорящих мне, иди и смотри, я взглянул, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить, кого он будет побеждать, в книге Откровений, дальше не раз будет сказано, как именно силы тьмы побеждают силы света, да, так скажем, людей, здесь то же самое, естественно, людей будут уже полностью взращивать, возделывать для будущего Антихриста, естественно, возделывать их будет проповедью тьмы, под прикрытием, правда, благодетельства, это безусловно, не думать, что это будет проповедь сатанизма в чистом виде, нет, дальше идет вторая печать, это конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч, то есть вот у меня картинки все говорящие, очевидно, что будет бойня, дальше идет третий конь, вороной, то есть черный всадник, и на нем всадник, имеющий меру в руке, свои слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс, пшеница за динарий, три хиникса, ячмениц, динарий, елей же, вина не повреждая, ну о чем говорится, о мировом финансовом кризисе, о голоде, о нищете, вот, где кусок килограмм пшеницы будет стоить, будешь день работать, за динарий, день, день, целый день будешь работать за килограмм пшеницы, пятая печать, конь бледный, и на нем всадник, заметьте, на них почему-то недобрые все всадники, и бац, в этой четверке, тут добренький первый с луком оказался, конечно же, это бред, книга апокалипсиса, откровения, как хотите, как ее только не называют, точнее, это, так скажем, нерадостная книга, поэтому первый всадник этот, и она ни о чем нехорошем рассказывает, а все о плохом, конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть, и ад следует за ним, и дана ему власть, на четвертую частью земли, умершлять мечом, голодом и мором, измеря зверями земными, я по этой печати всегда говорю, самое такое яркое доказательство, естественно, ну, в принципе, я что, финансового кризиса, где день работаешь за гречку, за килограмм гречки, я еще не видел, да, у нас плохо бывает, каждую пятилетку, но не до такой степени, а уж вот эта вот четвертая печать с всадником, которому дана власть на четвертую часть земли, умершвлять, то есть взять, вот сейчас насуется, хорошо, знаете, когда о современности говорим, сегодня за окном, у нас 13 февраля 2020 года, кто знает, сейчас в Китае там коронавирус, еще что-то, и вот, ну, умерло не так много, конечно, каждая жизнь это ценность, это понятно, я сейчас говорю такие слова, не с пренебрежением к человеческой жизни, а с тем фактом, что когда начинают там все это из книги Откровения туда все впихивать, и людям всю эту погонь и блевотину подавать, ну, почитайте, вот что здесь написано, мы с вами всего лишь на четвертой печати, то быстренько идем, четвертая часть человечества будет умершвлена, четвертая часть, у нас сейчас вот на сегодняшний день около 8 миллиардов, слушайте, ну, в Китае, вот я новости особо не слежу, по-моему, около больше, чуть больше тысяч человек на сегодня умерло, ну, что такое тысяча человек, у нас сейчас в России грипп бушует, обычный грипп, вон, дети уже каникулы продлили, еще на две месяцы, и так по середине февраля, до конца февраля продлили, не могут грипп усмирить, понаделали им этих прививок, и они вон все болеют, помирают точно так же, и что, и причем вот именно, дело даже не в этом коронавирусе, понятно, он может там разойтись, и там умирают от этого, здесь тоже написано, здесь же все перечислено, что четвертая часть человечества будет умершвлена всем, и мечом, и голодом, и мором, и зверями земными, то есть, все это в совокупности, слушайте, ну, разве у нас погибла четвертая часть, пусть, причем, тут я не знаю, за один день имеется в виду, ну, или пусть за какой-то небольшой период, вот это очевидно, да, но люди рождаются каждый день, у нас-то планета почему-то населяется, слушайте, когда мы на четвертую часть уменьшимся, я думаю, это будет ощутимо, никто никогда не говорил статистику, что у нас 25%, четвертая часть, здесь нету цифр, все правильно, да, это я вам относительно сегодняшнего времени говорю, у нас 8 миллиардов, четвертая часть, это 25%, от 8 миллиардов, 2 миллиарда, ну, так и нет статистики, да, много мрут, там, аварии, все собери, дай же дневно помирает, ну, и рождается столько же, да, и общий идет рост, да, и опять же, если бы за какой-то небольшой период у нас умерло четверть населения, я говорю, значит, она бы общедемографически упала ситуация, а у нас всегда рост, как же это нельзя, тяжело понять-то, поэтому я всем говорю, что четвертой печати даже не было, а каких там дальше рассказывать, кто какой хинею только не несет, что печати, трубы и чаши, это параллельные события, я эти разоблачения, когда читал на Библии, на канале, все показывал, сейчас кратенько тоже покажем, это историческая последовательная книга, трубы открываются, седьмая печать, это и есть открытие еще семи труб, то есть, знаете, как открываешь, а там еще упаковочку, все трубы находятся внутри каких-то параллельных местах, кто-то говорит, что это одно и то же описывается разными этими, а я приводил сводную таблицу в тех чтениях, и показывал, что там вообще разные события описаны, и всю эту глупость изобличал, про великую скорбь, говорят какую-то до этого, святые будут до 19 главы, до 2 пришествия Иисуса Христа, сейчас мы с вами все это увидим, пятая печать, массовые гонения, и увидел я, как снял пятую печать, и вот жертвенник, и души убиенных за слово Божье, будет какое-то массовое гонение, это очевидно, и даны им одежды белые, ты-ты-ты-ты-ты-ты, шестая печать, и когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как волосиница, и луна сделалась как кровь, и вот увидят один раз где-нибудь в телескоп, и всему интернету разошлют, слушайте, но в книге Откровения нам написано событие массового масштаба, как Господь говорил, не насытись и не гоняйтесь, это будет как, что его пришествие, как молния, это событие, которое будет очевидно всем, и звезды небесные пали на землю, вы видели, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, вы когда-нибудь сами трясли дерево, вот в детстве, или может быть сейчас взрослые собирали, когда сыпется, не знаешь, куда деться, сам трясешь, чтобы собрать потом, но тебе и по спине, и по горбу, как я говорю, по голове, эти яблоки там, или что сыпется, и все, заметьте, какие события, у нас звезды все уже с небес на землю попадали, и небо скрылось, свившись, как свиток, всякая гора, и остров двинулись с места своих, всякая, были такие события, вот шестой печати, да не было, ну горит Австралия, я вот сейчас хорошо современным языком говорю, кто будет в ближайшее время слушать, кто-то свежий, кто-то попозже, может этот ролик, ну вот все эти страшные события были, ну, красный цвет, ну бывает, может там луна какая-то, кто знает, ну тут очевидно, очень сильные события написано, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры, в ущелье горы, говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел в великий день гнева, и кто может устоять, вы видели какое-то массовое прятание человечества в катакомбах, или как это называется, бомбоубежищах, они везде понастроены у нас, и особенно, причем, тут написано всякий, начиная с царей, с царей, вельмож, вы видели такое, и чтобы они еще кричали, да, это мы бога гневаем, я что-то не видел, едят, пьют и веселятся целыми днями, была шестая печать, конечно нет, более того, насуются с этими три шестерками, печатями зверя, антихриста, вы слушайте, а вы когда-нибудь видели, что это даже никакой печатью не называется, но когда печати заканчиваются, вот эти вот печати, так скажем, на этой книге, то бог посылает ангела, который запечатлевает своих людей на земле, я говорю, а вы может лучше бы об этой печати подумали, и видел я иного ангела, восходящего от востока, солнца, имеющего печать живого бога, и воскликнул громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов бога нашего, так чего бояться те, кто святые, и вообще бояться нечего, им ангел поставит, не знаю, видимые, невидимые, некие печати вообще, пришестой-то, открытые печати, я вам очень кратко чесаю, все пропускаю, так, чтобы у вас клиповое мышление, на картинке вы смотрели, вот вам, пожалуйста, я так и называю, видите, семь печати, на картинке семь ангелов, я называю, семь труб седьмой печати, не могут быть печати, трубы параллельной события, выкиньте этот религиозный бред ваших сект, которые вам в голову били, и когда он снял седьмую печать, сделалась безмолвие, как бы на небе, как вы печати, вы послушаете ваших лживых проповедников, они вообще эту книгу читали, на каких они вам чашах рассказывают, когда снята, каких они вообще параллельных рассказывают вам событиях, печати, трупы и чаш, здесь написано, при снятии седьмой печати, сделалась безмолвие на небе, как бы на полчаса, и я видел семь ангелов, он их увидел, только когда печать одна за другой снимается, это исторические события, в истории человеческой происходящие, и видел я семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труп, и пришел иной ангел, и стоял перед жертвенником, держа золотую кадильницу, ну ладно, я все это не буду читать, да вам, и взял ангел кадильницу, наполнил огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, гром и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющихся в труп, приготовились трубить, и только после семи печати, начинаются трубы, как видите, я их тоже пометил, первый ангел вострубил, и сделал сыгратый огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела, слушайте, вы вообще на эти слова обращайте внимание, мне вот хочется горе, толкователям книги откровения сказать, и ихним слушателям, ну да, горит Россия, горит Америка леса, вот Австралия сейчас сильно горела, но это разве треть, тут конкретные у нас части все время, треть, четверть, половина, пятая часть, но это разве треть, нет, кто изучал, вы изучите просто, раз уж вы любите там, на эту Австралию ссылаться, вы изучите, какая часть погорела, сколько это процентов, там гектары, там обычно говорят, горят столько-то гектаров, вы узнаете, сколько гектаров, сейчас много данных есть, сколько гектаров на всем земле считается лесов, возьмите Китай, Южную Америку, возьмите Африку, возьмите Россию, Сибирь всю, узнаете, сколько процентов зелени, деревьев, у нас считается покрытой землю, и узнаете, сколько это в гектарах, и узнаете, сколько сгорело, вы знаете, мне это даже узнавать особо, я вам честно скажу, я этого не делаю, я рекомендую тем, кто уже кричит, что уже вон трубы там, дудят вовсю, знаете, когда будет гореть треть, треть, не где-то там 120 гектаров, там в России горит, не 200, не 500, не 1000, треть, когда будет гореть земли, треть, я думаю, считать ничего не надо будет, вот тогда мы начнем вот так за голову браться, вах караул, если у вас уже треть, и вся трава зеленая сгорела, заметьте, это треть, часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела, про траву вообще же написано, что вся, у нас вся трава погорела, не знаю, у меня вон в деревеньке нормально еще трава, третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела, но если у вас уже произошли эти события, я что-то их не видал. Пропустил, наверное. Второй ангел вострубил, и как большая гора, пылающая огнем, не зверлась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Вы, может, я что-то пропускаю, может быть, я, да, может, всю информацию, сейчас вроде бы интернет такой более-менее свободный, понятно, с с тендурой и со всеми прочими вещами, соответствующими 21 века цифровых технологий, но все равно. Не подскажете мне, где эта третья часть моря сделалась кровью? Кровью. Третья часть. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Я, может, пропустил эти события? Вы мне подскажите. Это всего лишь вторая труба. Особенность они у вас параллельно с печатями уже там. Вторая труба, третья часть моря делается как кровь, третья часть одушевленных животных там умирает, и третья часть судов погибает. Погибает она, понятно, почему какие-то катаклизмы, бури, штормы, ураганы, что там в море-то происходит, цунами. У нас третья часть, да я что-то... У нас самолет разобьется, пароход один там утонет, там трубу вовсю, весь интернет раздует. Все. караул, катастрофа. Хотя, вот именно, как говорят, самолеты от автомобильных катастроф в тысячи раз больше погибают, чем от аварий, от катастроф авиационных. Я, может, пропустил? Я не знаю. У нас об одном самолете, я говорю, тут все уши прожужжат. У нас третья часть судов уже где-то был какой-то... Я, может, что-то пропустил, я говорю. Вы мне подскажите, дайте ссылку на какую-нибудь новость. Да. Где там уже третья часть судов у нас, когда погибла? Где третья часть моря вымерла? Где третья часть моря кровью стала? Ну, может, я пропустил, чего я говорю. Тупой, наверное. Плохо читаю откровения. Третья ангелова струпила. Упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек. Это где-то звезда с неба пала. Упала на третью часть рек, и на источнике вод. Имя этой звезде полынь. И третья часть вод сделалась полынь. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Слушайте, ну, я согласен, что у нас уже, как говорят, да, если еще сто лет назад в Первую мировую из речек люди пили, да, даже на войне там где-нибудь, или в деревнях, то сейчас, конечно, как говорится, пить это невозможно, да? Ну, разве у нас многие умирают от этого, от воды? Что воду пить невозможно. И опять эта третья часть вод. Нет такого события, не было. Четвертая труба. Четвертый ангел вострубил. И прожжена была третья часть солнца. Но у нас, насколько я знаю, солнце целенькое пока. И третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так, как и ночи. Я видел, я слышал одного ангела, летящего перед небом, говорящего громким голосом. Горе, горе, живущий на земле от остальных труб, голосов трех ангелов, которые будут трубить. Не знаю, насколько я знаю, с солнышком пока все в порядке. Третья часть. По-моему, еще ничего с ним не случилось. Я так взял картинки из затмения, ну, чтобы как-то так вам символично показать. И звезды, видите, две трети есть. Где ангел летит, я как бы звезды подтер. У вас произошли эти события луна. Я тоже вижу, вон, когда полнолуние. Все нормально. Ничего, треть не потухшая. У солнца тоже все отлично пока горит. У вас произошли эти события? Я не знаю, я не видел их. И пятый ангел струбил уил звезду, падшую с неба на землю, дан ей ключ от колодца бездны. Она отворила колодец бездны, и вышел дым из колодца, как бы дым из большой печи, и помрачилось солнце. И воздух и дым из колодца, и из дыма вышла саранча на землю, дана ей власть, как и уметь земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делать вреда траве земной. Ну, короче, тут какая-то саранча вот эта. Я сегодня говорю, потому что просто и затянется. Вы сами видите, уже час 37. Я же вижу на таймере, на записи. И то, что бояться христианам? Тут написано, я говорю, я просто проглатываю. А только вредить этой саранча, а только одним людям, которые не имели печати Божьей на челах своих, их, которая была подставлена, где мы с вами читали, между шестой, ну, после шестой печати. Седьмая печать, это уже трубы, как мы с вами видим, да? И мы помним, чем я вам обратил внимание, что будет от Бога пост на ангел, и на рабах Божьих будет печать стоять. И им вот эти саранча ничего не сделают. Вот так вот. Произошли эти события? Нет. Я сейчас не буду говорить о том, что это саранча, мы сегодня с вами книгу откровенью читаем. Но мне хочется опять по ней пробежаться. Шестой ангел вострубил. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, и на день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Так. Значит, мы с вами уже видели, четвертую часть мы видели, всаднику с мечом рыжему. Четвертую часть. Здесь уже четыре ангела освобождаются от четырех крови в земле. Треть. Умертвить. Третью часть людей. Я вот говорю все время, я вот к этим обращаюсь, к людям, хотя они вряд ли меня смотрят. Я сам некоторые ролики в интернете. Ну, я так, может, кто их слушает, может, передаст, сам уразумеет. Вы сами поймите. Не надо там на Кузнецову ссылки. Вы сами все поймите. И будьте другим говорить. Сотворите, научите, говорил Иисус. Разве умерла третья часть? Это шестая труба. Просто это и надо тем сказать, кто там этой печати боится, на лоб или там на челу. Воцарение Антихриста, который вон уже за дверью стоит. У вас шестая труба. Воцарение Антихриста в 13 главе. Мы с вами на 9. Шестая труба. Умерла третья часть людей? Третья часть. На сегодняшний день, я говорю, 8 миллиардов. Это 2 700. У вас умерло 2 700? Пусть за какой-то, я говорю, ну, пусть не за день, но пусть за какой-то период, чтобы люди ощутили. Посмотрите на Китай. Вот сейчас хорошо с современным языком. Говорят, кто знает, я ни одного ролика о коронавирусе не записал. На сегодняшний день я просто на кухню хожу, бабушка слушает с отцом, когда кушают. 1100, что ли, умерло за все период уже вот этой. 1100 человек. Ну, понятно, я говорю, здесь от всего, от всех имеется в виду, смерть это всего, не только от какой-то одной болезни, как и там. Ну, что это такое? Тысяча капля в море. У нас столько уж умирает, бывает от других и более других вирусов. У нас третья часть планеты умерла. У вас или был когда-то это, или вчера был, я, может, говорю, где-то прозевал этот период. Нет, не знаю. Еще один ангел, кстати, он вообще непонятный. Я его хоть с трубой, такую картинку нашел, он вообще не трубит. Он просто летит по небу, говорит, что времени уже не будет. Я вот такие говорящие картинки поставил. Ну, совершится тайна Божия. Он дал свиток Иоанну, он его съел. И одно из известнейших, замечательных событий, которые точно еще не сбылось, так что рано переживать. И печать на лбу, там, с паспортами и так далее. Он говорит, и ангелы говорят Иоанну, и тебе надо будет пророчествовать. И нам рассказывает событие о том, что в Иерусалиме, в современном Иерусалиме, вот именно, я, очевидно, уже верю, говорю, что там храм этот будет построен, явятся некие два пророка. Их откровения ангел так и называет, или Иоанн, неважно кто тут. Две маслины и два светильника. Это суть, две маслины и два светильника. Им дана власть, там, затворять небо. Помните, они будут мучить, их убьют потом, прямо посреди Иерусалима. Вы такое представляете? Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оболь стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышал я громкий голос неба, говорящим, взойди сюда, и они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. Слушайте, такое было. И точно же произошло землетрясение великое, десятая часть города пал и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, а прочие объяты были страхом и воздали, слава Богу. Это я еще куском же прочитал, опять, я же не все вот эту одиннадцатую главу прочитал. Я говорю, я вот сам не люблю, когда вот этими кусками, видите, ну приходится, чтобы как-то скоротать хоть какую-то информацию. Я, в принципе, желаю меня, конечно, просто заинтересовать и дать отсылку к прочтению полностью книги Откровения на моем канале Христалю Библии, чтение на их Писании. Тут потому что надо в каждое слово внимание обращать и упираться. Потому что эти трупы мы будем все написаны, видеть. Очевидно, что все это будет по интернету транслировать. Мы видим, как Бог их воскресит, как Бог их живьем заберет на небо. Вы такие события в Иерусалиме видели, что в Иерусалиме произойдет землетрясение, где десятая часть города будет разрушена и семь тысяч имен, даже не человек, а имен, то есть фамилий, погибнет полностью, род искоренится. Вы такие события уже в Иерусалиме видели, я нет. И седьмой ангел вострубил, видит небесный он этот храм, ковчег Божий открывается и опять и грома, и землетрясение, и великий град. Двенадцатая глава, тоже великолепная и чудная. Церковь Христова гонима. Это не православие, не протестантизм, не католицизм, не прочая-прочая ерунда. Это, естественно, просто люди святые, живущие святой жизнью, любовью ко всему Божьему творению и делами, и словами. Из этих людей, нам неведомых, и внешне этот человек будет не с куколем, потрясшим на голове. Это жена, жена, это и есть церковь. Это не православие, не католицизм, не протестантизм. Родит некоего человека. Вы знаете, одно из тоже величайших знамений для нас. Что же за этот человек? Вот многие ли о нем слышали? Это не православный царь. И родила она младенца, то есть церковь, неизримая церковь Христова, мужского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным. Как вы думаете, как он будет пасти? Вы думаете, это будет государственный деятель? Разве Христос был государственным деятелем? Разве слово пасти означает закон Моисея, что он будет очередной создавать? Нет. Очевидно, что явится просто сильный человек, который будет сильный в слове и в деле, как был Иисус. Это будет обычный человек. Его никто принимать не будет. Он никаким... Здесь не написано, что это царь, что он будет царем. Она родила младенца, которому он лежит пасти. Пасти. Очевидно, что это будет такой же, как Иисус. Ну, такой сильный муж, да. Но он уже будет не по примеру ветхозаветных пророков, а по примеру Иисусу. Живем мы в заветное время. Вот этот пасущий некий будет очень классный человек. Вот. Ну, естественно, он будет гоним. Естественно, никто его принимать не будет. Не надо думать. Опять, что его узнать можно будет только к Иисусу по добрым делам и словам. Все. Никак иначе. Внешне его будет поносить. Он никак не будет соответствовать критериям лживых, псевдохристианских, транснациональных, финансовых корпораций под названием православие, католицизм, протестантизм и прочие же с ними, иудаизм. Да. Он им никому соответствовать не будет их пожеланиям. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Но дитя, естественно, подразумевается, он не младенцем, то есть он уже пасти будет, и взрослый человек. Этот человек тоже будет взят на небеса. Но вы знаете, как Иисус был взят на небеса далеко не перед глазами всех его врагов, иудеев, фарисеев, книжников, всех, кто его, там, Пилатом, да, римских воинов, а видели только свои, то, в принципе, если это и будет открыто, то, скорее всего, только истинным ученикам Христовым, да, тем, кто живут по его заповедям любви ко всему его творению. Вот. А жена, то есть церковь, где будет? Она, как всегда, незрима, да еще и будет в пустыне питаться. Что же дальше происходит? Дальше происходит война на небе, оказывается. Представляете, на каком небе? А вот в тонком мире. о котором мы сегодня с вами вначале поговорили. В этом тонком мире, где наш Господь Иисус Христос, происходит война. А не замечаете параллель? То есть здесь некий муж противостоит, однозначно, что пасти жезлом железным, что этот муж опять противостанет, естественно, всем этим системам. Как пасти Христовых овец, как это делал Иисус, не противостоя иудаизму. Он и жестко противостал, и его учителям, и закону Моисея, и всему иже с этим связанным. Вы не заметите, не замечаете, перед... А, мы с вами на 12 главе, да? Вы обратили внимание? У вас вверху все по главам проходит. 13 глава воцарения Антихриста. Перед воцарением Антихриста, перед этими тремя шестерками, печатями его, мы видим с вами, что будет, я говорю, два пророка в Иерусалиме, будет некая борьба на земле и на небе. Ну, на небе от нас, от земных людей она будет сокрыта, но у нас будет некая духовная война на земле. Вот этот вот некий муж будет пасти, пасти народы жезлом, железом, да? То есть, будет сильный проповедник истины. Точно такая же параллельно будет вестись война на небе. Ну, и оттуда сатана будет низвержен. И низвержен был великий дракон, змей, называемый дьяволом, сатаной, обольщающий всю вселенную. И низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним. И услышал я громкий голос, говорящий, ныне настало спасение силы и царства, бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветник горе, живущий на земле. Я чуть пропускаю и на земле, и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Господи, сколько я слышал бреда о том, что приписывают это все еще к событиям. Я почему сегодня такой ролик записываю полноценный, достаточно? Мы с вами от начала книгу Бытие читали, что все это, оказывается, описывает события. Это вот они низвержены были, а потом сатана совратил Еву. Я говорю, слушайте, я совсем тупые. Это книга Откровения, последовательно события описаны. Ну как вы из 12 главы пихаете это в какую-то якобы до первую главу книги Бытия, в нулевую главу, как это называется, дошкольный класс или ясли, как вы туда впихиваете? Вы не видите, это событие последовательно описывается. Книга Откровения вот так вот идет. Вы почему в Евангелие ничего не впихивать, впихать? Ну они в Евангелие впихивают про дам. Книга Деяния Апостолов. Ну разве это книги не последовательные? Бытие, исход, числа, второзаконие, судьи, царство. Это же последовательные книги. Пророки, те исторические книги с последовательно описанных событий. Как вы из книги о последних временах додумаетесь впихивать в бытие, в нулевую главу? У меня это в голове, честно. Я когда слушаю эти проповеди, мне что-то сбрасывает иногда, я за голову берусь. Этот дракон со злобой пытается, естественно, у меня всегда тут одна картинка, я так изображаю гонение на христиан. Вот это колючка, кресты. Вот. Он, естественно, и рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса. Вот так вот. Заповеди Божьи исполняющие. А не католики, православные протестанты. Не с ними он борьбу. Вы давно уже побеждены вунтемыш этим всадником на белой пони. Вы уж давно им застрелены. Ему дана власть победить. Он вас давно уж победил. Борьбу он будет вести с людьми, которыми живут в любви к Божьему творению, соблюдающими западе и проповедующие эту любовь. И заметьте, то есть тот муж будет просто как великий, но будут и другие, естественно, эта церковь, она рожает своих детей, да. Произошли эти события? Нет. Тринадцатая глава. Воцарение Антихриста. Ну, наконец-то мы с вами добрались до тринадцатой главы. Надо вам все это зачистить. Кто у баптистов, уже у протестантов, они уже восхищены, великую скорбь, их вообще здесь нету. Я говорю, слушайте, а вот это о ком, о всем речь-то, вот дракон сойдет в гневе, печать на лбу будет в шестом. У них до великой скорби, они, один мне показывал, он где-то между четвертой и третьей печатью где-то там восхищенный. Я говорю, слушай, а вот эта вся речь вообще о ком? Вот когда, вообще-то мы будем с вами читать, сейчас прочитаем, до девятнадцатой главы будут святые. Да еще сам Иисус сказал, что есть стоящие из вас, которые не увидят смерти, как увидят, да. То есть, и потом апостол Павел нам чуть по-другому сказал, одни будут воскресать, другие изменятся в пришествии Христов. Я говорю, о ком речи вообще? Куда вы будете, церковь вся восхищена от великой скорби? Во-первых, тут этих скорбей, я говорю, у меня одна и та же специальная картинка. Если вы обратили внимание, перейдите сами на ссылку на мой сайт и посмотрите, сколько раз там вот именно говорится о том, что святые страдают. Раз, помните эти души под жертвенником, два, это сегодня мы еще с вами коротко бежим, 20 глав, пытаемся вон в час впихнуть, не знаю, получится ли уже 50 минут. Надо ускоряться, мы только на 13-е. И дано ему власть опять уже этому демону и победить их. И дана была ему власть над всяким победителем. Как он? По плоти, конечно, он их будет убивать. И над народом, и племенем поклоняться ему все живущие на земле, которые имена не написаны в книге жизни, то есть которые имеют, они не будут кланяться закона создания мира. Кто ведет в плен, кто умеет убивать тому, и здесь самому длежит быть убитому, и здесь терпение и вера в святых. Все, пожалуйста, стойте. И здесь поклоняться, про начертания сегодня даже говорить не хочу. Я говорю, кто хочет, все это посмотрите. Что это, во-первых, никакая невидимая печать в Сбербанке России. Прямо на Сбербанке пуп земли. Вся прям истина сошлась. Да, уже вам лепят. Чего там лепят? Тут вообще будет написано, что мы сами должны сделать. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя. Образ зверя, представьте себе, оказывается, поклонники Антихриста должны сами сделать. Вы делали, я нет. Я специально показывал тут загранпаспорт недавно получил, биометрию сдал в Сбербанке, мне уже там все, у тебя печать на лбу, я говорю, глупые люди, безумные слепые. я никакого образа зверя не лепил. Более того, заметьте, этих людей легко понять. Образ зверя, этот сатана вкладывает дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, слушайте, у меня, у меня вот есть тут милая пандочка, я вам могу ее показать. Где? Ну, как мне включить, куда это? у меня вот только милая пандочка есть, да. У вас, может, дома там уже образ зверя с духом, я не знаю, те, кто боится всего этого. У меня нет образа зверя, я не лепил, мне никто никакой дух сюда не влагал. Кстати, эта пандочка, она не говорит. Она плюшевая. И говорил, и действовал, и у меня пандочка, она не говорит, и не действует. Более того, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. У тебя уже печать на лбу, мне говорят. Я говорю, слушай, я никого убивать не собираюсь, это у вас печать на лбу, вы вечно насытитесь. А у меня все в порядке, у меня печать живого бога, да. Из шестой печати в книге Откровения, да. Я никакой образ зверя не лепил, чтобы сатана вдунул в него свой дух, чтобы я кого-то убивал. Вы что, совсем что ли? И она еще и говорящий этот образ должен быть. Слушайте, это какие-то события описаны, мы же даже не дожили до этого. Это что-то будет связано с чем-то нереальным, с какими цифровыми технологиями, я вообще не пойму, как это надо будет, чтобы я сам сделал какой-то образ. Сатана в него как-то дух вдунул. Ну, понятно, это может быть означать более приземленные вещи, ты что-то делаешь, та же сам программа, может быть, да. Вот. Но я никого убивать не собираюсь. Очевидно, что сатана даст власть этим людям, вот именно душить праведников. Я, наоборот, проповедую праведников, сам готов пострадать, да, за праведную жизнь. Ну, о чем вы говорите? Дальше. Вот она только, великая жатва начинается. Естественно, после 13 главы настает какое? Трехспланолетнее царство Антихриста. И тут у нас три ангела. И опять очень яркое событие, которое многие не замечают или не видят. У нас Бог посылает типа трех ангелов, Иисус посылает трех ангелов, один из которых вам никого не напоминает. Если вы прочитаете книгу, я сейчас на этом говорю не буду, так я вас мотивирую, интересую, чтобы вы сами почитали. Я второй круг Нового Завета, наверное, только летом приступлю. Соответственно, книга Откровения, это где-то, наверное, следует, это вот осень двадцатого года. У вас первый ангел напомнит опять Иоанна Претеча. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имеет вечный Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, слушать, если это уже давно царство Антихриста. Церковь уже восхищена. Все сатанисты их всех надо сжечь. У вас уже давно все чаши гнева пролились. Вот ангел, он кому будет лететь, проповедовать вечный Евангелие, живущий на земле? И всякому племени, колену, языку и народу, говорит он громким голосом. А вам ничего не напоминает? Причем это вот здесь уже единственное, тут хоть и много глав, 14, 15, 16, 17, это прям короткие периоды, это всего 3,5 года царствования Антихриста. То есть по сути этот ангел посылаем, он перед 19 главой, перед вторым пришествием Иисуса Христа. А вспомнить, как Евангелие начинается. Вот я посылаю ангела моего перед тобой, приготовьте путь, прямыми сделайте стези ему. Ничего вам не напоминает? А разве Иоанн притечи был ангелом на крыльях? Да нет, вроде человек. Более того, рожденный от крови и плоти младенцем и возросшим. Так может, здесь духовно опять говорится? Опять события повторяются. И причем, заметьте, когда приходит Иоанн, приходит Иисус, и Иоанн уже разрушает культ, вы помните, да? С этого начинается падение Вавилона. Ну, они уже начинают пророчествовать, пал, пал, Вавилон. Естественно, все это время будет идти гонение на святых, здесь терпение соблюдающих, соблюдающих, не православных, здесь терпение, не протестантов, не католиков, святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Веру в Иисуса и соблюдающих Его заповеди, да. Не православных, не католиков, не протестантов. И ныне блаженным, умирающим в Господе, они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними на суд. Дела их идут, заметьте, а не вера. Дальше, видите, говорящие картинки. И взглянул на облаки, и вот сидит подобно сыну человеческому, на голове его золотой венец, пусти серп твой, я так, знаете, врываю, читаю, пусти серп твой и пожни, потому что прижло время, ибо жатва созрела на земле. Вот она, жатва Господня. Когда только эту жатву, куда только не впихивают, она нам описана в 14 главе, Господи, опомнитесь, прочитайте хоть раз книжку от начала до конца. И пустил он серп, и на облаке сидящий, и поверх серп, сидящий на облаке серпцевой на землю, земля была пожата. И тут, оказывается, потом еще три ангела аж за ним жать будут. Так вот описано, интересно, событие. И вот начинаются теперь уже семь язв. Это только 15 глава. У вас уже они случились? У кого случились эти язвы? Покажите мне этого безумного человека. Я вот не знаю, стоит ли их читать опять. Мы с вами печати не прошли, трубы не прошли. Ангелы начинают выливать. Это две главы, 15-й, ну 16-й в основном, да? Первый. И сделалась, выливает, и еще ладно, первая, вторая чаша. Опять там на землю, теперь в море, и сделалась кровью, как бы мертвеца. И все одушевленное в море умерло. Слушайте, когда у нас умерло все одушевленное в море? То есть тут уже покруче, чем трубы. Реки, третья чаша. все сделались кровью. Все те же самые, только все в более крупных событиях. Солнце стало уже не на треть, а уже наоборот, оно там что-то полыхает, всех сгорает. И так далее, и так далее, и так далее. Да я даже читать это не хочу, потому что даже вот, когда я говорю, когда мне параллельно, говорили, слушайте, тут, во-первых, пятая чаша говорит о том, что и ангел вылил чашу на престол зверя и сделал из царства его мрачно. Я говорю, слушайте, как у вас, если у вас печати, трубы и чаши это параллельные события, причем одинаково описываемые, типа одно и то же в разных этих. Я говорю, когда мы вот так читали, вообще-то антихрист воцарился на престоле в 13 главе, и очевидно, что исторически описываются последовательно события. А у вас бац, уже в пятой печати получается, в пятой трубе была вылита чаша на престол зверей и его царство сделалось мрачно. Хотя его царство начало только с 13 главы быть до 19. Я говорю, вы несете полный бред. Подробно я больше даже не хочу на чашах останавливаться. Ну, естественно, над этим Вавилоном, блудницы, тут много разных названий, Херусалим, все, речь вы понимаете об одном. Она будет судима. Я здесь, естественно, не буду говорить, что эти драконы, кто там этот зверь, сраный, безраный. Кто знает, там много кто. Там ЛЖ Пророк есть. Мы же с вами не стали вот эту картинку-то разбирать. Тут же не один. Тут вы видите, дракон есть. Есть зверь вот этот с ногами там десятиголовый, семиголовый там с этими лапами. Есть еще зверь, кто знает. Типа Пророк он там. Короче, тут это надо... Ну, это не сегодня, понятно. Кто хочет, посмотрите, у меня первое чтение, второе, через полгода, когда я доберусь, будет, конечно, интереснее и насыщеннее, но пока вот так вот. Сколько раз вы слышали эту фразу «Выйди из нее, народ мой!» Даже я себе не позволяю лукаво к сектам ее применять, чтобы выйти из этих протестантов. Но вот что, типа, типа, вот в 18 главе цитирую 18-4 «И услышал я иной голос неба, говорящий «Выйди от нее, народ мой, из этой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, не подвернуться язвам ее». Даже я себе не позволяю вот эти все лукавые вещи, потому что знаю, откуда это. И хоть я сам против этих сект, всех, как Иисус был против иудаизма, против всего этого православия, который является таким же иудаизмом, против католицизма, который является таким же иудаизмом, против протестантов, которые являются таким же иудаизмом, все они братья и сестры, ничем друг от друга не отличаются, порой даже друг друга иудаизм давно переплюнули. Но даже я не люблю эти стихи дергать, потому что вам показываю, потому что знаю, откуда они. Это когда будет царство Антихриста, оно же Царство Антихриста, Вавилон, Великая Блудница. Иерусалим этот, да, уже весь сгнивший, прогнивший, хотя внешне он будет очень хорошо выглядеть, как времена Соломона. И это все названо. Это уже будет вместе религиозно-государственная идеология, и вообще вот это все будет такое государство идеологическое, да. Вот откуда выйти надо будет. Когда и кому. В 18 главе, все, в 19 пришествие Иисуса описывается. Тут целая речь просто, Иоанна. Я специально, у вас смотрите, как красиво. Обратитесь к моим текстам на сайте. Я их так долго и тщательно, и усердно, и с трудолюбием, и любовью готовил. У вас и картинки есть, и видно большие речи, да. Это книги, Библия, это же не барабан лотерейный, как я всегда выражаюсь, с нарезанными стихами. Все, и то, и то тут видно, чуть-чуть прерывается, а так это вот одна большая речь, с 18, вся, вся глава. Откуда выйти надо, что это, кому эта речь вы же видите. И все, и 19 глава, пришествие, второе, пришествие Иисуса Христа. Ну, первая у меня иллюстрация, типа, Бог-Отец на престоле, потому что она так и начинается, как бы. Ну, просто речь идет, как бы, о невидимом Боге, об Иисусе Христе, который воплощает, ну, он сходит с небес, да. Здесь идет речь как раз о чем? Вот он, он, брачный пир. Кто его только куда не пихает? Здесь же все написано. И голос от престола шел, творящий, хвалите Бога нашего, все рабы его, боящиеся и малые и великие. И я услышал, как бы, голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славы бы. Наступил брак Агнца и жена его, невеста, приготовила себя. Вот когда будет восхищение церкви. Да великой скорби, да какой великой скорби. Во-первых, кто вообще эту чушь? Протестанты вот повесили, знаете, вот, лгут и даже не краснеют. Кто вообще сказал, что церковь должна быть восхищена до великой скорби? Они там извратили апостола Павла слова, куда-то там что-то перепихнули, и у них как-то это получилось красиво. Вот она, церковь-то невеста, оказывается, второго пришествия. По словам Иисуса и того же самого апостола Павла, как раз себя приготовила. И это называется брачным пиром. Брак Агнца и жена его. И дано было ей облечься весон, чистый, светлый весон, жизнь праведность святых, только не поверивая в Иисуса Христа, да, а по исполнению заповеди. И сказал мне, ангел, напиши, блаженный званный, на брачную вечерю Агнца. Это суть истинная, слава Божья. И идет Иисус Христос. Естественно, он идет не один. Царь, царей, Господь с господствующим имя, которое Слово Божье. Ангелы на небесах собираются, делают свой клич. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. Он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба. Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячонарящанников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Ну, естественно. И увидел я зверя. Да шо ж тут картинка-то так тупик, не пойму. Почему-то не прокручивается. И увидел я зверя. И царей земных, и воинство их собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинство их. То есть мы видим, на небесах собираются ангелы, а на земле сатана, который... Вы же помните, небо-то осталось, бедное, несчастное, без единицы. Архангел Михаил там стал заведовать корпоративом, да? А на земле сатана собирается со своими приспешниками, чтобы биться с небесным царем. Ну, и поэтому у меня следующая иллюстрация, где Господь уже с полчищем святых ангелов идет на землю. И схвачен был звери, с ним уже пророк. Ну, зверем назван антихрист, да, и пророк. Производящий чудеса перед ним, которые он обостил, принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. Тут вот неудачно двадцатую главу поделили. Могли бы ее до четвертого стиха отодвинуть. То есть мы с вами видим, Господь идет. Антихрист со всеми своими приспешниками-лебезеями бросается в огонь в озеро огненное. Ангел, возможно, Архангел Михаил сковывает сатану, самого дьявола, то есть Деницу, в бездне на тысячу лет. Как раз начинается тысячелетнее царство. Иисус восседает в Иерусалиме на троне. И увидел я престол и сидящих на них, которым дано было судить. Кого не судит? Здесь описан суд над христианами. Все будут восставать и получать по делам своим. Конечно же, все эти картинки, где там Иисус на троне сидит. Слушайте, вы все прекрасно знаете, как Бог кротко и смиренно пришел в первый раз. Понятно, что Он точно так же кротко и смиренно придет и во второй раз. И все мы будем с ними, я не зря вот такую картиночку прощального ужина поставил, вечерять в простоте сердца, возлежать с Ним, да и радоваться всему. Все мы оживем, получим по делам и будем царствовать и блаженны, получившие участие в жизни в воскресенье и в первом. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. О царствовании с Иисусом Христом тысячу лет нам вообще ничего не описано. Сколько фантазий, теорий я тоже слышал, и кто-то там и меня спрашивали. Кому это вообще? Слушайте, как вы думаете, почему в книге Откровения все это не описывается? Зачем описывать то, когда мы появимся? Во-первых, мы все это увидим. Во-вторых, сам Иисус будет рядом с нами. Мы все увидим и все узнаем. Что захотим, любые ему вопросы зададим. Потерпите немного. Пару тысяч лет, может быть, я не знаю. Когда же окончилось тысячи лет, сатана снова будет освобожден, мы видим с вами. То есть, мы видим. Единственное, что мы можем понять из этого, что все верующие в Иисуса воскресли. Получил каждый по делам своим. Иисус пришел уже Господь. Смотрите. Бог в раю дает первый шанс человеку. Первое у пришествия – второй шанс человеку. И второе у пришествия – третий шанс всему человечеству. Во-первых, все, кто во Христа веруны воскреснут. Конечно же, все получат по делам. Но опять же, конечно, у всех будет слава от славы разнится. Об этом сам Иисус постоянно говорил. Семечко может принести при жатве и тридцать, и шестьдесят, и сто. Каждый получит то, что он заслуживает. Но опять же, у нас у всех будет шанс, и у тех, кто захочет возрастать дальше, а у всех окружающих народов кается при очередной проповеди Евангелия. И заметьте, уже нет ни Антихриста в Тысячелетнем Царстве, уже нет всех тех лжепророков, и даже самого Сатаны. Сатана сначала с небес пал на землю, а потом с неба был брошен в бездну. Да, то есть, действительно, земля будет опять, как и во времена Иисуса, дьявол повержен. Заметьте, первое и второе пришествия, они одинаковы. Второе пришествие происходит то же самое, что и первое. Сатана повержен, не имеет власти. Представляете, быть с Иисусом, чего еще можно желать? Он и накормит, и напоит, и защитит. Все то же самое, как он и говорил, что из тех, кого ты мне дал, я не погубил никого. С Иисусом у нас все будет хорошо. Вообще ни о чем петься не будет. У нас не будет ни автоматов, ничего. И никто нас не обидит, как и не обижали учеников его в первое его пришествие. Он божеской силой все сам управит. Да и нам вообще своей головой уже надо будет поменьше думать. Мы уже все будем делать, то, что нам прямо говорит. И ссориться мы, христиане, перестанем, наконец, там, да. Я на это надеюсь, по крайней мере, да. Вот так вот. Ну вот восстает сатана через тысячу лет, освобожденность именно своей, и выйдет обольщать народы. Но опять, видите, опять сатана освобождается. Опять обольщает народы. Находясь на четырех углах земли, Гога и Магога. Собирать их на брань. Опять хочет биться с Иисусом. Число их, как песок морской. Заметьте, сколько он обольстит. И вышли на шату земля. Кружили стан святых. Я так понимаю, мы где-то в районе Иерусалима будем тусоваться. И город возлюбленный. Ну, я именно поэтому так сужу. Гордом возлюбленному Иисуса, конечно же, назван Иерусалим. И не спал огонь с неба от Бога, и пожал их. И дьявол, прельщавший их, тоже ввержен в это же озеро огненное, где звери же пророк. И будут мучиться день и ночь во веки веков. Все. И уже воскресают все. И увидел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица, который убежал небо и земля, не нашло места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред престолом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Люди судятся не за веру, что верующие, что неверующие. Все судятся по делам. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Это я вам все читаю, я не от себя говорю. Просто у меня, видите, много иллюстраций специальных, а между ними уже текст. И смерть, и ад повержены в озеро Огнено. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огнено. То есть мы видим, даже из неверующих в Иисуса, достаточно много людей будут с Иисусом по правую сторону, потому что делали людям добро. И все. И увидел я новое небо и новую землю. Ну, о нем я уже сегодня говорить не буду. У меня уже, если честно, во рту все пересохло от разговора. Где Господь и Бог наш Иисус Христос будет нам и светом. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Агнец и есть Господь Бог, который кто? Нам и храм, и все. Поэтому все, кто сейчас ходит в эти храмы, строит их, вы исполняете не дело Божие. Иисус никаких храмов не строил. Слава Божия осветил его и светильник его Агнец. Представляете, сам Иисус будет как солнышко. Это вообще не понять. Но вы знаете, я вам уже сегодня про солнышко говорил. Оно есть, и себя мы видим. Если оно есть, его нет, то мы и не видим. Но сам свет нам кажется, ой, Иисус будет ослеплять. Но мы же смотрим на солнышко. Это удивительно будет, да? Там будет новое древо жизни, река от престола. Ну и все. Тут я еще. Вот гряду скоро, возьмесь димой со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Еще раз для протестантов православного говорю. Есть Альфа и Омега, начало и конец. Заметит уже Иисуса себе, говорит, он и есть Бог. Первый и последний, блаженный, соблюдающий заповеди, омывающий одеяния свои, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, дослужителей, всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я из корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди. И слышавшие, да скажут, приди. И жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я тоже засвидетельствую всякому слышавшему слово проросит в книге. И это, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге. И это, если кто отнимет, что от слов книги пророчества, этого того отнимет Бог участие в книге жизни. И в святом городе, в том, что написано в этой книге, он свидетельствующий это говорит, да гряду скоро. Аминь. Догряди, Господи Иисусе, благодать нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот такая, мои дорогие, история, краткая история человечества, всего лишь на два, чуть больше двух часов. Ролики у меня все больше и больше. Я надеюсь, вам было интересно, полезно, назидательно. Более подробно, все, что я вам могу предложить, обратиться к моему каналу Христолю Библии, Чтения и Писаний, посмотреть, почитать и книгу Бытие. Все, что я вам сегодня рассказывал о грехопадении, сотворении, конечно же, я говорю всегда подробно, читаем внимательно, последовательно все тексты. На канале у меня уже есть практически вся Библия целиком. Все вы там найдете, от Бытие до Откровения. Мне такое бы хотелось для канала проповеди или голоса пищи в пустыне ролик записать. Может быть, кому-то он будет являться таким анонсом для прочтения всей Библии целиком, последовательно. Никогда вам всякую лапшу на уши вешать из-за того, что выдирают оттуда стихи. У меня на этом все. Всех я был рад видеть на своем канале. Всем, кому нравятся мои видео, вы знаете, что делать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписывался, подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Никогда не пропустите новые видео. Я с вами на этом прощаюсь. Все тексты, на которые я всегда показываю ролики, доступны на моем бесплатном, свободном, на моем авторском христианском сайте христолюк.ру. Адрес у вас всегда на экране. Я вам всем желаю всего самого доброго и светлого в вашей жизни, познания истины и любви. Пока-пока. Всех по-братски. Обнимаю крепко и нежно. Целую.